Леш, запись включил? Так мы тебя видим, но не слышим. Да, всем здравствуйте, Лариса, я в чате поставил плюс, запись включена. Отлично, отлично. Итак, прекрасная семья, я сегодня с вами ненадолго. У нас прекрасные новости, потому что к нам присоединились два уникальных спикера, которых, вне всякого сомнения, все вы знаете. Это Сергей Сибиряков и Алексей Суходоев. Они будут вести свои вебинары по средам. Вебинары будут проходить в режиме, который является очень комфортным, потому что у нас существуют разные временные зоны, и у нас остаются неохваченным вечерние часы, это регионы Дальнего Востока и регионы инвесторов, которые проживают на других континентах, потому что у первых это уже утро, а у других это глубокая ночь, и им как бы неудобно. Поэтому эта команда спикеров совершенно уникальная, вы об этом знаете. Они будут вести, ребята будут вести вебинары в следующем режиме. Каждую среду, но в этом месяце это будет две среды подряд, по-моему, через среду, посмотрим, как в любом случае, в расписании в личном кабинете вы это можете посмотреть. Так вот, в дальнейшем это будет каждую среду. В среду вебинары будут проводиться следующим образом. С 12 по одной и той же ссылке входа, либо гостевой ссылке без регистрации, вы сможете в 12 часов дня каждой среды подключиться новички для того, чтобы узнать, либо отправить ссылку новичкам в вашей команде, чтобы они познакомились с компанией, познакомились с технологией и вообще с направлением, которое мы с вами развиваем, узнали, что такое Skyway и для чего им важно присутствовать здесь, в этой технологии и в этом направлении. По этой же самой ссылке, фактически без перерыва, с 12 до часу это встреча для новичков, и с часу до 2 часов, до 14.00, это ежедневно, каждую среду будет проходить встреча и передаваться информация для тех, кто уже является инвестором Skyway профессиональным, либо инвестором Skyway начинающим. Это будет новостная строка, это будут новости, расширенный вебинар относительно всего, что касается технологий и ее продвижения, и последние новости, которыми компания на сегодня располагает. А точно в этот же день, в среду, вот так, как это было сегодня с утра, в среду вечером в 19.00 и в 20.00 точно так же будут вебинары, их будет проводить Сергей и Алексей. Это уже будет другая ссылка, она будет едина в каком плане? В 19.00 это будет вебинар для новичков, вновь для новичков, потому что это очень важно. Новичкам очень благостно, когда информация повторяется, и новички ее запоминают. И более того, для того, чтобы они потом могли оперировать этой информацией, когда начинают встречаться с другими людьми. С 19.00 до 20.00, и вот сегодня в том числе, это будет информация для новичков, с 20.00 до 21.00 по этой же ссылке, в этой же комнате, будет уже проходить расширенный технико-экономический вебинар, который будет включать в себя новостную строку, расширенную информацию о технологии, новые адресные проекты, вообще все новые направления, которые на сегодня развивает КБ, развивает конструкторский отдел, развивает главный конструктор, и в том числе мы с вами, потому что мы являемся непосредственными, главными и основными инвесторами технологии. На сегодня руку на пульсе, можно сказать, держим мы с вами. Что касается моих вебинаров, которые идут под серией «Новое сознание для новых технологий», они остаются, мы с вами скоординируем время, возможно, это останется тоже по средам, если у Сергея с Алексеем будут их вебинары проходить через среду, вот одна среда, ребята, одна среда, я, и так мы будем чекеноваться. Возможно, это будет какой-то день, какие-то времена и моменты мы будем объединяться, так как информация интересная, информации очень много, и все больше и больше хочется разделить ее с вами. Двух этих уникальных людей, я думаю, вам представлять не надо, все их регалии вы увидите сейчас на презентации, и презентация эта очень красивая и профессиональная. От себя скажу, что безгранично благодарна двум этим мастерам, Алексею за то, что никто никогда ничего не знал об Алексее, хотя он является для нас, для всех нас ключевой фигурой, я скажу почему, все мы, включая совет директоров, которые сейчас и в Кэпитале, мы все у Алексея в первой линии, в первой, там, в вторую, в третьей. По факту Алексей был тем уникальным молодым человеком, который поверил в технологию сразу и приложил усилия к тому, чтобы донести эти знания до нас. Если бы он не был настолько настойчив и настолько предан технологии, то мы до сегодняшнего дня ничего бы о нем не знали и не имели бы счастья быть инвесторами и иметь хорошие пакеты акций, которые имеем на сегодня, на сегодняшний день. Сергей Сибиряков в представлении не нуждается, я о нем просто расскажу как о человеке, который является потрясающим спикером и может увлечь за собой любую команду, любую аудиторию и может говорить на профессиональном языке с человеком любого уровня. И с Сергеем очень хорошо проводить переговоры, потому что он всегда приводит очень весомые аргументы в пользу внедрения технологии SkyWay. И напомню для новичков, не для новичков, а для старичков, для новичков это будет информация, может быть, впервые, что именно Сергей Сибиряков начал поддерживать технологии, поверив в Анатолия Дуарча и в SkyWay, задолго, десятилетия назад, когда мы с вами не только не инвестировали, но даже не предполагали, что такие технологии могут путешествовать по планете Земля и мы можем стать непосредственными участниками этого процесса. Итак, я с вами на сегодня прощаюсь. Мы в расписании потом напишем, когда будет мое выступление. Сейчас перед вами опрос и огромная просьба для вас его заполнить. Я передаю слово Алексею. Алексей. Благодарю, Лариса. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на вечернем вебинаре. Это технико-экономический вебинар, общий технико-экономический вебинар для новичков. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. От 1 до 10. И хотел бы сориентировать вас в первую очередь, что вот эти вебинары в 12 и в 19 по Москве мы проводим именно для новичков. Мы будем настаивать каждый вебинар, чтобы как можно больше новых людей приходило на данные вебинары. Потому что стратегия и техника ведения двойных вебинаров, она дает о себе знать именно положительным образом. И конверсия перехода, ну, собственно, по вечернему вебинару, я думаю, вы увидите. Вообще конверсия перехода по нашим крайним 10-15 вебинарам, вот таким двойным, конверсия перехода 90-100%. То есть это говорит о том, что технология интересна, это говорит о том, что вводная презентация цепляет, так скажем, заинтересовывает человека, и человек жертвует своим драгоценным временем, остается фактически у нас расширенный технико-экономический вебинар. Иногда может затянуться и на 2 часа, если очень много новостей. И есть очень много вещей, которыми мы можем вас либо порадовать, либо наоборот немножко попугать. Что касается попугать, это экономические новости России, глобального мира, геополитические новости, которые, естественно, мы связываем в первую очередь с технологией SkyWay. Дорогие друзья, сегодня у нас присутствует 119 человек, для вебинара для новичков это неплохо, присутствует 12 новичков, наверняка не все проголосовали, но будет возможность еще проголосовать. Благодарю за представление Ларису Тартамонову. В свою очередь могу сказать, что Лариса имеет прямое отношение, имела к движению проекта Венера и так далее, то есть это созвучные проекты. Мы все, многие друг друга не знали до проекта, но на самом деле все встретились в проекте. До этого я с 2011 года успешно развивал многие направления интернет-бизнеса, неоднократно строил тысячные структуры, но здесь, можно сказать, устанавливаются рекорды. И эти рекорды будут устанавливаться и далее, потому что наш проект, несмотря на то, что мы имеем сетевое построение корпорации, то есть развитие компании через систему MLM, через систему сарафанного радио, теорию рукопожатий, но именно эта система работает, именно этот вектор принял Анатолий Эдуардович с 2013 года, и я вам объясню именно почему сегодня был принят этот вектор, ну и собственно все технические параметры, характеристики, преимущества технологии Skyway вы сегодня поймете. Итак, собственно давайте немножко погрузимся вообще в то, что произошло уже в мире, то есть вспомним как развивались вообще технологии, примеров на самом деле масса, но вспомним как развивался интернет, то есть всего с 2000 людей начал свое развитие интернет, то есть это был закрытый проект военно-технической разработки США, проект подразделения DARPA, и сегодня благодаря всемирной паутине мы связаны со всем миром, мы общаемся, мы сегодня с вами общаемся, не выходя из дома, также сегодня фактически мгновенно видеосигнал поступает на экраны ваших мониторов, без каких-либо задержек, если соответственно нет никаких перебоев с интернетом. Сегодня мы можем, и мне пришло напоминание на мой смартфон, что я ведущий сегодня вебинара, но друзья, этого невозможно было представить 15-20 лет назад. Более того, те первые компьютеры, которые появились в самые первые этапы развития ПК, персонального компьютера, они были значительно более слабые, то есть фактически примерно в 40 раз они были слабее, чем сегодняшнее электронное вычислительное устройство. И многие футурологи прогнозируют, что это будут десятки терабайт, об этом мы поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре. И, друзья, тоже такой вот интересный момент, всегда люблю приводить, но, например, Иоганн Гутенберг изобрел типографский станок в 15 веке, но потребовалось, думайте, 400 лет, чтобы его массово стали производить и использовать. И что касается того, что произошло в нашей жизни, ну, буквально совершенно недавно, то есть от открытия до внедрения стационарного телефона в США в Европе, России потребовалось 50 лет, сотого телефона 7 лет, социальных сетей 3 года. И на сегодняшний день мы имеем возможность как раз-таки вывести русскую технологию в свет, свет мировой, так скажем, и это то, что будет составлять новый технологический уклад, это то, что является необходимым звеном, недостающим для развития транспортной энергетической коммуникационной сети, коей являться будет Транснет. Этот термин появился в обиходе в 2009 году. Автор и изобретатель этого термина, именно я подчеркиваю термина, Транснет, Сергей Анатольевич Сибиряков. И, собственно, этот термин был создан для того, чтобы описать эту сеть, потому что по-другому ее на самом деле никак не описать. И то, что сегодня мы получаем информацию, денежные переводы, общаемся по телефону, буквально за мгновение проходят сигналы, но, к сожалению, люди, грузы, товары перевозятся значительно дольше, и миллионы, десятки миллионов, даже миллиарды долларов просто заморожены в этих логистических пробках, потому что на сегодняшний день нет транспортной инфраструктуры, транспортных решений, чтобы решить эти задачи. И как раз-таки Skyway, естественно, является недостающим звеном будущей мировой логистики. На сегодняшний день Skyway признана независимым исследователем, самым перспективным транспортным средством в мире. Это говорю не я, это говорит даже не Анатолий Эдуардович Юницкий, это говорит даже не Михаил Орлов, президент и автор Академии ТРИС, который подтвердил также, что имеет Skyway-технология в максимальной КПД по сравнению с существующими технологиями. Это говорят независимые исследователи, австралийские, которые произвели эти исследования совершенно недавно, так скажем, и признали действительно струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого самым перспективным на сегодняшний день вообще в мире. И сейчас производятся уже более масштабные, обширные исследования, эксперименты, и юридическую сторону компании, и финансовую сторону компании, и естественную технологическую сторону компании. Изъездили уже вдоль и поперек, и я вам могу сказать, что готовится очень серьезный документ на несколько десятков страниц, но он будет являться железобетонными аргументами в переговорах именно с иностранцами, ну, естественно, с россиянами, с российскими чиновниками, с российскими инвесторами, потому что это все будет переведено на русский язык. Но все, что вы видите на сегодняшний день, то, что уже идет строительство, все началось в далеких 70-х годах, то есть фактически более 35 лет занимает уже историю технология Skyway, и все началось с конференции по неракетному освоению космоса. Тогда Анатолий Эдуардович Юницкий представил, можете это посмотреть, дамы и господа новички, обязательно скачайте, посмотрите, найдите в ютубе фильм «В небо на колесе», в чате по окончании своего выступления я сброшу ссылку. Я этот фильм посмотрел через два с половиной месяца после моего вхождения, вошел я в проект в феврале 2014 года, но я был очень положительно шокирован, потому что, несмотря на то, что я изучил уже достаточно, на мой взгляд, глубоко на тот момент для себя технологию, и я нашел многие ответы на вопросы, которые задавал, так как развивал проект в числе первой сотни. Но когда я посмотрел этот фильм, я задался вопросом, почему в 70-х годах не было инвестпроводящей системы, почему в 70-х годах мы не могли использовать средства интернет для народного краудинвестинга и народного финансирования. И на самом деле в 70-х годах мир не был готов к таким свершениям, к таким глобальным открытиям и переворотам, потому что необходимо общепланетарное соглашение, необходимы совершенно другие отношения между государственными, совершенно другие геополитические моменты, политические моменты, и, соответственно, презентовав на тот момент четкую программу, технически обоснованную, выверенную по днеракетному освоению космоса, по выводу промышленности в открытый космос, Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к выводу, что необходимо создать транспортное решение, которое удовлетворяет всем существующим законам физики, не использовать ничего сверх экстраординарного, так скажем, каких-либо неоткрытых законов физики, не существующих материалов, не является сверхдорогим. Это простое решение, которое одновременно включает в себя множество ноу-хауа. Вот так появилась концепция струнного транспорта и транспорта второго уровня. И уже в нулевых годах, в 2000-х годах, губернатор Красноярского края, Лебедь Александр Иванович, с подачей Сергея Анатольевича Сибирякова, то есть, я думаю, Сергей Анатольевич Сибиряков запомнил этот момент на всю жизнь, когда в летательном аппарате при перелете с одного региона в другой, буквально за два часа Сергей Анатольевич смог убедить Александра Ивановича Лебедя, что струнные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого могут вывести Россию и вообще весь транспортный глобальный рынок на совершенно новую ступень развития. Соответственно, губернатор Красноярского края, в свою очередь, не заставил себя долго ждать и зафинансировал первый технопарк, первый полигон в озерах, где ЗИЛ забрался в небо, так скажем, то есть, ушел в небо, как мы называем. Мы так и называем ЗИЛ, уходящий в небо. Это была подвижная лаборатория, которая включала в себя проведение множества экспериментов и была испытана путевая структура, именно эта легкая ажурная конструкция, которая, казалось бы, должна была рухнуть. Но доказательство этому, когда ЗИЛ поднимался по путевой структуре, это поколение, именно второе поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, Анатолий Эдуардович встал под путевой структурой. По структуре, я думаю, это является весомым доказательством того, что действительно Анатолий Эдуардович был уверен, потому что здравомыслящий человек при каких-либо технических рисках просто бы не стал этого делать. Все аплодировали стоя, но тогда время также не пришло, потому что в 2009 году экономическое положение Российской Федерации не так еще усугубилось, не так еще ухудшилось, но на самом деле тогда можно было избежать абсолютно многих моментов той нефтяной зависимости, нефтяной иглы, слезти с нее, на которой сейчас находится Российская Федерация, экономика Российской Федерации, что также отражается на мировой экономике, мировых глобальных рынках, об этом мы более подробно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но не были услышаны, несмотря на то, что презентация президенту была сделана в 2009 году, Дмитрий Анатольевич Медведев на тот момент сказал, если найдете финансирование, то, пожалуйста, выполняйте. И на самом деле финансирование нашли. В 2013 году Анатолий Эдуардович Юницкий сделал тот рискованный шаг, но тот очень стратегически важный шаг, который необходимо было сделать. Я, пожалуй, могу сказать, что этот шаг не сделал бы, наверное, даже Стив Джобс своей корпорации, потому что до сих пор у него нет никаких именно элементов MLM, элементов народного финансирования на какие-либо стартапы, и ни один крупный корпоративный деятель никогда этого не делал. То есть на сегодняшний день, можно сказать, в таком именно крупном масштабе краудинвестинг развернулся только в проекте Skyway. Но за 10-15 лет было достигнуто то, что было достигнуто вдвойне, в тройне, даже в 10 раз больше за буквально полтора года. Полтора года развития проекта Skyway уже фактически более двух лет по схеме народного финансирования. И на самом деле, друзья, это то, ради чего мы сегодня здесь с вами собрались, это то, почему сегодня я вещаю, сегодня будет вещать Сергей Анатольевич, вещала Лариса Артамонова. На самом деле мы могли видеть просто репортажи ТВ, что запущен транспорт второго уровня, что да, строится в России, по всему миру, но мы не имели к этому бы отношения. И это действительно счастье и радость, что мы имеем возможность финансировать данные проекты и обладать возможностью на будущее иметь достаточно прибыльные дивиденды. Я всегда повторяю слово теоретически, потому что все зависит от нас с вами. В первую очередь сегодня все зависит от нас с вами. Не от крупных олигархов, не от крупных чиновников. Их время было, это было время вот в этих 30 годах, было время зафинансировать технологию полностью и обладать на сегодняшний день достаточно крупной капитализацией. Но эти люди не желают быть ни первыми, ни вторыми, они желают входить после того, как произойдет демонстрация. Но такие свершения, именно технологические перевороты, происходят за счет финансирования, инвестирования, либо энтузиастов, которых называют иногда сумасшедшим. То есть помните, как зафинансировали технологию Сикорского. То есть ее зафинансировали вообще при странных обстоятельствах достаточно. И этих обстоятельствах могло не быть, соответственно, технологии Сикорского, вертолеты и так далее. Их не было бы, и неизвестно, когда бы они еще появились, через сколько десятков лет они появились. И Анатолий Эдуардович Ницкий, это такая очень сильная личность, сильный человек, который стремится к своей цели, несмотря ни на что, несмотря на все преграды, несмотря на противостояние еще во времена, так скажем, СССР. Но сегодня мы выходим на то, что уже весной, максимум осенью, мы будем производить демонстрацию первого подвижного состава, какими являются направления технологии Skyway. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание, то, что вообще поменяет в корне суть мгновенного перемещения на высоких скоростях, это, естественно, высокоскоростной транспорт. Но, к сожалению, его демонстрация планируется к концу 2017 года. Уже сейчас многие чиновники готовы общаться над этим, мы можем показать максимум только наработки технической документации по высокоскоростному транспорту. Городской пассажирский транспорт и грузовой транспорт, соответственно, планируется к реализации уже осенью, максимум зимой 2016 года, только этого года. Но вдумайтесь в то, что уже этой весной и максимум осенью все зависит от финансирования, все зависит от участия нашего с вами, все зависит в том числе от наполняемости данного вебинара в среду, потому что, ну, я думаю, вы поставите пункты, необходимые голосования, была ли вам интересная информация или нет, но практика показывает, что на данных вебинарах новички получают основные ответы на свои вопросы и, соответственно, дальше решают развиваться с компанией или нет. Тут на самом деле выхода два, либо да, либо нет, это как бинарный код программирования, либо ноль, либо один. Подумаю, не знаю, это значит, что в будущем вы в ближайшее время, если вы подумаете, то это в ближайшее время означает, что, скорее всего, какую-то сумму инвестирования вы будете оказывать поддержку, помощь проекту, потому что те новости, которые на сегодняшний день происходят, их невозможно не замечать и их невозможно не прочувствовать, не впитать в себя и не передать другому. И как раз-таки полгода назад была создана, Анатолий Эдуардович Юницкий вынашивал эту идею сквозь десятилетия, так скажем, и никому не рассказывал, потому что это стратегическая точка входа. И время этой стратегической точки входа не пришло при переговорах с чиновниками, с олигархами и так далее за эти 10-15 лет, но когда появились зацепки и появилась необходимость инициации конкретных адресных проектов по юнибайкам, это легкий прогулочно-спортивный экскурсионный транспорт, время пришло, время пришло разработать концепт, разработать техническую документацию, и в сжатые сроки, я бы сказал, что весь проект нашей Skyway развивается даже не за пятилетку, как великая стройка во времена СССР была. Наша задача развиться за трехлетку, то есть это те задачи, которые ставятся перед нами всеми, и, друзья, самое интересное, что мы это сделаем, потому что те преимущества и те колоссальные возможности, которые несет технология Skyway, для каждого гражданина планеты Земля это действительно супер. Это низкая стоимость и себестоимость перевозок, соответственно, низкая стоимость перемещения пассажира. Примерно в 2-3 раза дешевле вы сможете перемещаться на городском пассажирском транспорте. От дома к дому, от двери к двери вы сможете перемещаться на своих юнибайках, потому что на самом деле сеть Transnet будет развиваться настолько быстро, настолько быстро не снилось развитие интернет, насколько быстро не снилась прокладка оптоволоконных сетей и линии электропередач. Сегодня, вдумайтесь, сколько миллионов километров зарыто понад нашими ногами, и Wi-Fi вам появился не из воздуха. Это совершенно законный процесс, и родоначальником этому был как раз-таки пьезоэффект, то есть это генерация, модуляция электромагнитной волны через свойства кремния. И на самом деле через вот это окрытие родился пятый технологический уклад. На самом деле ядром шестого технологического уклада мы позиционируем и четко уверены, что одним из главных ядер будет являться как раз-таки струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого. О комфорте перемещения я даже не буду говорить. То есть, что касается россиян, и многие иностранцы, когда попадают на русские железные дороги, многие отмечают тот факт, что невозможно пройтись по поезду с кружкой кипятка, то есть будет разбрызгивание, есть опасность обжечься. И на самом деле есть такая опасность обжечься при применении той технологии, которая применяется китайского происхождения и так далее. То есть я был в Индии, я общался с людьми, которые сейчас прорабатываем момент, это такой небыстрый момент именно выхода на министров Гоа. И, соответственно, в одном из городов Гоа рухнул китайский транспорт второго уровня. Made in China, китайцы что-то могут делать хорошо, но, на наш взгляд, транспорт второго уровня родится как раз таки из технологии Skyway. Конечно, появится множество конкурентов. И сегодня есть конкуренты. Самый такой ярый конкурент – это технология Hyperloop, это технология Илона Маска, это тот человек, который является миллиардером, но на сегодняшний день он не рискует запускать эту технологию, потому что она имеет огромное количество рисков, он занимается несколько другим. Он занимается освоением как раз таки околопланетного пространства, пытается создать технологию, которая сможет создать такие летательные аппараты, которые могут подниматься в воздух и далее опускаться без каких-либо аварий. Но более четырех уже попыток были неудачными. Это десятки миллионов долларов. Эти деньги можно было пустить на финансирование транспорта второго уровня, но Илон Маск на сегодняшний день выбирает несколько другие направления, которые также синергетически увязываются и с нашими управлениями. Друзья, что говорить про экологичность, что говорить про огромную проблему, существующую во всем мире, как террористические акты. И на самом деле перейдем к самому важному, что должен понимать каждый новичок, который вступает на тропу Skyway. Это основа, это таблица умножения, это нужно знать как отче наш. Это высокая аэродинамика подвижного состава. То, что вы поднимаете на самом деле подвижной состав уже на высоту 5-15 и более метров над землей, то есть это транспорт второго уровня, это уже увеличивает аэродинамику подвижного состава два раза. И что говорить про те обводы, что говорить про продувку, которая осуществлялась в течение 15 лет на различных продувочных центрах, в том числе в Санкт-Петербурге, Анатолию Эдуардовичу Мюнинским, на сегодняшний день коэффициент аэродинамического сопротивления был достигнут больше, чем у спортивного болида, больше, чем у военного истребителя, то есть самолета истребителя. И представьте, какие требования выставляются в военной промышленности, военной авиации. Это коэффициент аэродинамического сопротивления 0,075. Сейчас, более того, еще серьезнее улучшается этот коэффициент. И Михаил Орлов в одном из своих интервью, тоже сброшу интервью, обязательно посмотрите, этот человек имеет международный вес, вообще в теории решения изобретательских задач. Это человек, который является признанным ученым, и он сказал, что КПД колеса действительно является максимально эффективным по сравнению с подвижными составами. Почему? Потому что, по сути, подвижная технология Skyway, это путевая структура, то есть это предварительно напряженный, растянутый, закрепленный на концах анкерных опор рельс, и, соответственно, перемещается рельсовый автомобиль при перемещении сталь по стали. Это минимальная площадь соприкосновения поверхности, это минимальный коэффициент трения о поверхности колеса, и, соответственно, это формирует, провоцирует неизбежно положительный эффект экономии топлива, экономии трудозатрат человека, часов при формировании строительства технологии и значительное снижение стоимости строительства. И те преимущества, которые были описаны, они смогут сформировать рынок, и уже мы его формируем. Это будущие триллионы, не побоюсь этого слова, рынок, и, соответственно, мы начнем с десятков миллионов долларов заказа, далее это будут сотни миллионов, далее миллиарды и так далее. Пойдем по пути развития Стива Джобса, который на самом деле, и мы использовали эту стратегию при внедрении определенных моментов в технологию Skyway Стиву Джобсу после внедрения первого поколения его телефонов, его будущих смартфонов, ему принесли концепт планшета. Но вдумайтесь, через сколько поколений была внедрена концепция планшета. И это сформировало сотни миллиардов капитализации, примерно это, но еще в более крупных масштабах планируют повторить технологию Skyway, потому что она вмещает в себя и оптоволоконную сеть, и оптоволоконная сеть направления нанофотоники, и различные радиочастотные мобильные сигналы. И это транспортные андроиды, так называемые, то есть подвижной состав сможет анализировать местность, сможет видеть местность через органы зрения, осязания, так скажем, камеры, радиочастотные локаторы и так далее. И легкая ажурная конструкция абсолютно не будет мешать вашему взору, когда вы будете смотреть наверх. И никаких дискомфортов, если вдруг будет находиться путевая структура вблизи населенных пунктов, не будет предоставлять в плане высокой шумности, потому что о тех сотнях децибел, о тех, так скажем, очень шумных эффектах, которые производит железнодорожный транспорт, можно будет забыть со струнной технологии Анатолия Эдуардовича Ницкого. Когда будет проноситься высокоскоростной состав, вы почувствуете только сильное дуновение ветра, когда это пронесется. И, кстати, всем новичкам, которые не услышали о технологии Skyway, по какой-то причине, я не понимаю, если честно, эти причины, не пожелали хотя бы разобраться в проекте, хотя бы посмотреть, что да, действительно, этот проект развивается через сетевое построение корпорации, да, действительно, этот проект создает реальную технологию, что это не пирамида, что это не хайп, что это реальность, что демонстрация будет уже в ближайшие месяцы, в этом году. Я всегда говорю такую вещь. Просто запомните слова того человека, который вам говорил о Skyway, и вы вспомните его слова, когда вы поедете в этом подвижном составе, либо увидите проносящийся над вашей головой высокоэродинамичный подвижной состав Skyway, потому что это будет по всему миру. На самом деле, то, что сейчас в виде строительства происходит в экотехнопарке, это является прямым этому доказательством, потому что те адресные проекты уже, которые инициируются непосредственно командой RAP, то есть региональных адресных проектов, это, так скажем, на сотни миллионов долларов уже инициировано проектов, которые ожидают как раз-таки демонстрацию, и даже легкое направление сможет сформировать очень интересные проекты, о которых мы на данный момент будем умалчивать. Вы обязательно, я думаю, в течение нескольких месяцев услышите, когда мы уже подпишем соглашение, когда это не будет тайной, и мы скажем, что вот, пожалуйста, вот такая еще дополнительная капитализация. Но, друзья, одно я могу сказать, что вначале планируется строить, так скажем, первые сотни тысяч километров, далее миллионы километров, и при скорости строительства один километр в сутки при прохождении с одной стороны, если вы будете идти с двух сторон, если будет строиться, соответственно, не 10-20 человек, как сейчас строят экотехнопарк, именно бригады строительные, ну, они меняются, иногда 10-20, иногда 5, иногда 50, но именно в масштабах крупной корпорации, крупного проектного института, который будет пускать корни по всему миру, именно в плане реализации и внедрения технологии SkyWay. Друзья, это действительно перейдет интернет, и мы позиционируем это, мы закладываем это, и так оно и будет. Собственно, благодарю за внимание, ждем всех новичков, кого заинтересовала эта информация, на расширенном технико-экономическом вебинаре. Сейчас о технологических укладах и тех нюансах, которые нас ждут уже в ближайшее время, расскажет Сергей Анатольевич Собиряков. Это тот человек, который более 15 лет занимается технологией SkyWay. Что касается меня, я занимаюсь всего лишь... Добрый вечер, рад приветствовать вас на нашей новой форме работы. Мы с Алексеем теперь будем каждую среду вести такую работу. Мы отработали ее не один месяц, практически год, и пришли к такому подаче материалов, что мы разделили подачу SkyWay для новичков. И у нас в среду два вебинара идут утром, в 12 и в 13 часов. Это для Сибири и Дальнего Востока. И, соответственно, в 19 и 20 для европейской и средней части, для кого это еще не так поздно. И здесь, почему мы разделили сразу, объясню, что кто первый раз сейчас попал, или из тех, кто давно не был на наших вебинарах, еще не слышал эту нашу логику, и она отработана, и на наш взгляд принесла очень серьезные такие результаты. Очень тяжело сегодня новичкам, которые входят, которые не знают, что такое SkyWay, что такое струнные технологии инженера Юницкого, что такое Транснет, что такое сибирский холод, что такое Томторское месторождение, про которого здесь спрашивали. Очень много вопросов, которые люди сталкиваются первый раз. И не обладая определенной закалкой, я бы так сказал, то есть мозгами настроенными на SkyWay, для людей происходит несварение. И мы очень часто наблюдали, когда новички попадали на наше обсуждение, когда мы действительно уже говорили о многомиллиардных корпорациях, когда мы говорили капитализацию через дивиденды от проектов, которые будут приносить прибыль уже в первый год работы, когда мы показывали проекты, которые могут увеличить в 2-3 раза ВВП таких стран, как Боливия, где мы прорабатывали очень серьезный проект, Монголия, когда мы реально обсуждаем и показываем концепцию развития... Похрипываю, да, сейчас? Ага, чуть-чуть. Лучше, друзья, да? Отлично. Вот, соответственно... Так... Отлично. Вот, поэтому мы сделали после определенного анализа работу и с Алексеем таким образом, что новичкам мы даем материал специальный и отрабатываем его. Мы тоже очень опираемся на тех людей, которые ходят к нам на вебинары и являются нашими, скажем так, партнерами, потому что мы ориентируемся на замечания, которые постоянно пишут, ориентируемся на информацию, которую еще надо наводить. И таким образом мы планируем где-то к апрелю месяцу довести вот эту подачу информации для новичков до идеального состояния, чтобы можно было, просто поставив эту запись, поставив вот такую презентацию, полностью у человека возникало представление, куда его зовут, что происходит в проекте, что делается, какие цели и задачи ставятся и, что самое главное, что уже достигнуто. Вот, потом у нас есть такая очень серьезная задумка записать это в виде такого серьезного уже видеоролика. Сегодня технологические средства позволяют сделать очень интересные презентации. они и в 3D, и в уровне, еще и подача материала идет в разных плоскостях и одновременно в разной подаче. Это очень интересно. У нас есть очень партнеры, которые пишут такие обучающие порталы. И мы, соответственно, сделаем... Это все для того, чтобы вы могли человеку, который обращается или интересует Skyway, давали информацию, посмотрели. А наши вебинары, наши встречи, мы будем все больше и больше переводить уже к онлайн вопросам-ответам. То есть мы подключим сейчас, прорабатываем вопрос через перископ, чтобы можно было общаться в онлайне, чтобы мы могли в любое время подключать разных экспертов, и вы получали соответственно информацию, которая вам нужна. И сегодня еще одна очень интересная форма и рубрика, которая будет введена прямо в ближайшее время на наших вебинарах, это гость. И у нас с Алексеем постоянно будут появляться очень интересные и узнаваемые, и авторитетные гости. Я не буду называть их фамилии сейчас, потому что у нас готовится целая-целая такая череда. Это для того, чтобы сейчас уже популяризировать и показывать, что очень серьезные, очень знаменитые, очень интересные люди, они сегодня подключаются в проект. И это как раз тоже именно ориентировано на новичков, чтобы вы видели, что артисты, политики, бизнесмены, те, которые люди уже добились чего-то в этой жизни, они видят перспективу SkyWay, они видят работу команды SkyWay, которая сегодня движется, несмотря ни на что. И соответственно, чтобы была четкая аргументация присоединения к команде SkyWay. Я могу сказать, что еще одна логика наших вебинаров по среду, тоже как она меняется, то есть мы сейчас начинаем вести ее для всех, кто работает в проекте SkyWay, вне зависимости от в каком инвестиционном фонде он работает, через какую команду он сюда пришел. Информация, которую мы доводим, она необходима для всех. Мы работаем в теснейшей связке с Анатолием Дуарчем Юницким, вот мы вчера с ним более 4 часов прорабатывали аргументы, которые надо сегодня освещать и делать, потому что мы формируем пространство, мы формируем информацию, которая доводится, и соответственно, естественно, что мы должны дополнять и делать то, что делает информационный центр сегодня SkyWay, то есть РСВ, Rail SkyWay System, те репортажи, которые дает Михаил Кириченко, как мы его называем, наш будущий оскароносный, скажем так, ведущий всей проекта SkyWay, потому что так, как он говорит «Строй SkyWay, спасай планету», я думаю, что не может сказать никто, и тут, наверное, у всех бегут мурашки по коже, потому что это действительно впечатляет и делает. Поэтому, друзья, предстоит очень большая работа, это я сейчас обращаюсь к новичкам, те, кто только подключился к работе, но я могу сказать, что, друзья, то, что было полтора года назад, год назад и сейчас, это нельзя сравнивать, потому что раньше мы декларировали и показывали, что, друзья, мы делаем технологический концепт, мы показываем основы технологий, которые изменят мир больше, чем изменил интернет, что «Транснет», этот агрегированный термин, который введен именно благодаря инженерной школе Анатолия Дарья Юницкого, он показывает, что следом за эпохой интернета, кремниевых технологий, мобильного телефона, интернета, скайпа и так далее, и так далее, приходит следующая эра, следующая эпоха, эпоха «Транснета». В основе ее лежит также физическое свойство вещества, как в основе, Алексей сказал уже, в основе интернета есть физическое свойство кремния, через пьезоэффект моделировать уникальную электромагнитную волну, и таким образом миллиарды устройств могут связаться с миллиардом устройств. Точно так же в шестом технологическом укладе, в «Транснете» основой является физическое вещество, это описывается наукой «Сопромат», и как раз это то, что взял инженер Юницкий и показал новую концепцию, которая сегодня нам доводится, ведь никто не мог представить, что кремний и интернет это синонимы, и оказывается, без кремния нельзя сделать мощнейшую систему, которая изменила облик цивилизации. И если кто-то будет говорить, что за последние 15 лет облик цивилизации не изменился, я, друзья, просто не поверю, потому что, когда я вижу, как мой шестилетний сынишка через свой личный планшет занимается английским языком с учительницей из Болгарии, я могу сказать, я не так давно мог себе это представить, а чтобы видеть это в таком нормальном, повседневном, это просто невозможно было представить, не говоря уже о том, что голосом управляет интернетом, заказывает себе мультики, заказывает обучающие программы для того, чтобы вязать там, сейчас сегодня все дети фанатеют от каких-то колечек, что-то они там вяжут, это просто посмотреть, трудно представить, и это они сами заказывают в интернете, смотрят обучающие циклы, смотрят, и это, друзья, даже не старшая группа детского сада, а средняя группа детского сада, я уж не говорю про дочку постарше, это уже вообще трудно сказать и трудно писать, и к этому, хотя мы живем вроде в век прогресса, мы сами занимаемся инновационными технологиями, но когда на это смотришь, и насколько это быстро пошло в нашу жизнь, уже обычная вещь, друзья, и мы к интернету привыкли, это наша жизнь, наша среда, но поколение постарше вообще 30 лет назад не знало этого термина, а сегодня мы в этом живем, и сегодня, что вы должны основное понять и осознать, чем мы занимаемся, те изменения в мире, которые произошли в эпоху, в эру интернета, мы его называем своим младшим братом, это то, что изменило мир до неузнаваемости, с этим, пускай кто-то спорит, я им просто не поверю, потому что еще раз скажу, что моя мама, которая живет там в Алтайском крае, сегодня по скайпу спокойно общается с детями, с внуками, и единственная претензия, она говорит, у меня интернет на первом этаже плохо ловит, надо на второй этаж выходить, представляете, это в деревне, в которой 20 лет назад вообще никакой связи не было, и чтобы сказать, что можно в любую точку мира выйти из этой деревни по интернету и видеосигналам общаться, но я могу сказать, 20 лет назад это была даже не фантастика, это было просто непредсказуемое описание, сегодня это реальность, так вот, друзья, вы должны понять, что в ближайшие 15 лет мир изменят более масштабно, транснет войдет еще более серьезным изменением, именно технологическим в нашу жизнь, и как интернет убрал абсолютно все границы между информацией, так же транснет уберет все границы на земле, не будет, друзья, границ, и соответственно, вы понимаете, что это другой мир, другая жизнь, другая экология, другая система, и мы сейчас, друзья, не фантазируем на эти темы, еще год назад, кто помнит наши вебинары, мы говорили, мы будем строить, мы будем проектировать, мы будем внедрять транснет, мы будем создавать проекты с использованием технологии Skyway, сегодня, друзья, риторика поменялась кардинально, мы показываем репортажи и говорим, друзья, идет строительство, идет испытание, мы готовимся к демонстрации, готовимся к сертификации, есть уже определенные сроки, к которым мы подходим, и вот тут меня спрашивали, вопросы по, что за грандиозные события готовятся в мае, в мае, друзья, будет продемонстрирован первый прототип легкого транспорта Skyway, как сегодня, с легкой руки, Виктор Бабурин, называется Unibike, то есть, это рельсовый, второго уровня, велоэлектромобиль, который может выполнять спортивные, экскурсионные, туристические функции, но мы уже прорабатываем сегодня элементы, что он будет являться и легким транспортом, скажем, такого, ВИП-класса, и сегодня уже прорабатываем десятки проектов, заключаем соглашение с администрациями регионов и городов, заключаем соглашение с бизнес-сообществом, о том, что уже в этом году мы начнем это реализовывать, и это, друзья, уже не какая-то фантастика, не какая-то отдаленная перспектива, а на весну этого года Анатолий Иванович уточняет эти сроки, скорее всего, это будет конец апреля, начало мая, будет большой фестиваль Skyway, где будут продемонстрированы первые юнибайки, где это будет приурочено к закладку очень большого, скажем, такого вишневого яблочного сада на экотехнопарке Skyway, и это как раз будет очень серьезное событие, мы к нему будем готовить, мы будем показывать, и те соглашения, которые сегодня мы подписываем именно в преддверии этого запуска этого бизнеса, вы это все увидите, а дальше я введу некую такую интригу, что сегодня мы с Алексеем уже прорабатываем два проекта с использованием юнибайков, капитализация бизнес-плана сегодня мы просчитываем более миллиарда долларов, поэтому я могу сказать, друзья, это уже в этом году вы увидите начало реализации этих проектов, и это сразу все будет приводить нашу реальность, наши венчурные премии, то, что мы сегодня говорим, из далекого будущего, как мы называем, 18 или 17 год уже в наше время, и мы это согласовали, и Анатолий Эдуардович абсолютно четко сказал, что это выполнимый, потому что в данном случае заказ идет от бизнеса, который сегодня, ну естественно, с нашей подачей, когда мы провели определенную с Алексеем воспитательную работу, то есть рассказали и показали, вот, но вообще, если говорить серьезно, друзья, все это прорабатывалось и делось у десятки лет назад, и когда я от Юницкого первый раз услышал определенные концепты по перевозке холода, по перевозке воды, когда меня считали чуть ли не сумасшедшим, когда я видел концепцию линейных городов, опять, что значит увидел, мне Юницкий это показал, я сегодня на дневном вебинаре вспомнил одну такую вещь, что я 14 лет слышал о линейных городах и концепции и только в прошлом году осознал, что это такое, поэтому, когда вам говорят, я довожу информацию, люди не говорят, относитесь к этому абсолютно, друзья, с пониманием, потому что мне, к сожалению, стыдно, что, ну, я понимаю, что у меня врожденное тугоумие, так сказать, несмотря на две докторские диссертации, которые я в свое время писал, но не защищал, тоже, наверное, по определенным концентам, так вот, я могу сказать, что многие вещи приходят к осознанию только сегодня, Юницкий настолько опережает свое время и настолько дает концепции, и здесь я не могу сказать, что, опять же, зная в проекте и технологически я настолько глубоко погружен, что я знаю очень многие вещи, но я не перестаю удивляться, и когда перед Новым годом Юницкий немного приоткрыл, помните, эти репортажи, а это для тех, обращаясь, кто в проекте, а не те, кто только пришел для вас, друзья, это сейчас надо впитывать информацию, смотреть с широко раскрытыми глазами и понимать, что вы садитесь уже в подвижной состав, в Юнибус, который не просто уже набирает обороты, а который реально приближается к крейсерской скорости 600 км в час. Вот, так вот, друзья, когда было показано концепт Юнибайка, который может трансформироваться в скоростное средство, и это ваше индивидуальное купе, и вы можете у себя на кухне сесть в Юнибайк и со скоростью 600 км в час, переместиться в любую точку мира. А дальше концепт, что энергия, которая будет использоваться с этим Юнибайком, она будет, и, соответственно, дальше уже концепция Юнибуса, потому что это система трансформации, она очень интересно проработана, и когда я увидел эту Юницкого, у меня просто, ну, я могу сказать, очень много поменялось в представлении, что очень много даже того, что мы сейчас представляем и делаем, технически оно будет выглядеть инженерным решением несколько по-другому. И тот концепт, когда каждый из вас вот на таком вот Юнибайке, то есть это рельсовом электровелосипеде, электромобиле может перемещаться со скоростью, еще раз скажу, 500-600 км в час в любую точку мира, а дальше инженерная концепция позволяет утверждать, что это будет как минимум на порядок дешевле сегодняшнего самолета и скоростного транспорта, скоростной железной дороги, а дальше при развитии сети Транснет это перемещение будет для вас бесплатным. Это много вызывает скептиса, но многие вызывают, что нет, это будет дешево, это будет не, друзья. Я сразу могу сказать, сама концепция Транснета подразумевает, что перемещение в сети для начала из любой евразийской точки в любую евразийскую точку будет бесплатно, а со временем это будет обращаться и во весь мир. И здесь нет ничего, друзья, ни фантастичного, ни футуристичного, ни футуристичного, ни тем более нереализуемое. Я сразу говорю, друзья, скайп, вспомните, сколько лет назад вы могли представить, что по интернету через видеоконференции, через видеосигнал вы будете общаться из любой точки мира, практически в любую точку мира. Скайп это социальное решение, это провайдеры и те, кто эксплуатирует сегодня сети и получает прибыль от огромного количества передачи информации, они ввели в функцию, что видеосигнал может передаваться бесплатно для пользователей. Так вот, точно так же Транснет даст настолько серьезный рост прибыльности компаний, он даст настолько серьезные доходы для тех, кто это строит, эксплуатирует, что перевозкой пассажира в этих сетях можно будет не то, что пренебречь, а это сделать как социальную функцию. Я могу сказать, что то ближайшее будущее, которое нас ожидает, это линейные города, то есть мы будем жить с вами в экологических районах, мы будем каждый иметь по гектару земли и по дому, который как минимум 500-800 квадратных метров на семью, мы будем жить на берегу очень красивых мест, мы будем питаться 100% экологическими продуктами, и это тоже продукт, скажем так, SkyTech, SkyTech, технологий, которые сегодня также запускает инженер Юницкий, это биоинженерия, которая позволит вернуть сегодня экологичность продуктов, а вы знаете, наверное, что сегодня на 90% те продукты, которые мы потребляем, как минимум не полезны, а если говорить дальше, они еще являются отравой для организма. Мы сегодня пьем некачественную воду, соответственно, сегодня технология Транснета, SkyWay, то, что делают, мы вернемся к 100% экологичной воде, мы вернемся к 100% экологическому воздуху, и, как мы говорим, это техногенная цивилизация, которая сегодня постепенно, но довольно-таки быстрыми шагами будет переходить в экогенную технологию. Это все, друзья, то, что нас ожидает, то, что мы с вами делаем, и сегодня мы объясняем и показываем логику развития, то есть технологических укладов, что был технологический уклад интернет, как мы его называем, младший брат, сегодня входит технология Транснет, это следующая сеть следующего поколения, сегодня уже в недрах КБ прорабатывается следующее, то есть мы уже четко представляем концептуально, как будет выглядеть мир уже через 30 лет, и я могу сказать, что, друзья, это не то, что дорогого стоит, это пик сегодня науки, это то, что сегодня делается, и та научная школа, которая сегодня реализует этот проект, мы не то, что претендуем, а мы утверждаем, что мы сегодня находимся в авангарде, и то, что мы делаем, это реально развитие цивилизации. С этим можно спорить, можно не спорить, мы относительно, очень спокойно к этому относимся, единственный, и мерило того, что мы утверждаем, это время и практика, и в этом случае, друзья, как раз у нас абсолютно есть алиби, у нас абсолютно есть доказательная база, у нас абсолютно реализуемые планы и задачи, которым делаем, потому что мы построили систему, которая подтверждает свою правоту строительной площадкой, испытательными стендами, а сегодня мы вышли уже на конкретные проекты, и в июне, июле мы уже будем приступать к строительству конкретных трасс уже в десятках регионов, не только страны, но и всего мира, и поэтому здесь, друзья, с этим аргументировать, спорить, или тем более оппонировать невозможно. Естественно, что у нас есть много оппонентов, нечего этого бояться, есть завистники, есть прямые враги, которые есть, и личные, и те, которые мешают программе, и те, которых просто коробят от того, что у кого-то что-то получается без участия чиновников, без участия крупного бизнеса, без участия каких-либо там крупных и крутых лоббистов, все, друзья, построено на народной воле, на народном желании, на краудинвестинге, на финансировании, и то, что мы делаем, это необходимо 99% людей, которые сегодня живут в нашей стране, на нашем континенте, на нашей земле, и то, что сегодня, друзья, мы подошли и уже ставим как задачу и план, это демонстрация первых легких трасс, это первый шаг, потому что еще год назад Анатолий Дуарович четко обозначил срок, что октябрь-ноябрь этого года это будет уже демонстрация грузовых систем с перевозкой миллионов тонн, пассажирских на миллионы и миллиарды пассажиров, это серьезнейшая транспортная система, которая развивает три направления, Алексей об этом говорил, а мы сегодня подошли к тому, что первым шагом, как мы называем, точкой входа, точкой, которая наименее сегодня конкурентна со всеми остальными видами транспорта, то есть вызывает отторжение у тех, кто сегодня наживается на проблемах в транспортной отрасли, которые сегодня есть, так вот, друзья, мы нашли, сделали и очень рад, что Анатолий Дуарович поддержал эту идею и сегодня он буквально в ближайшее время будет показывать концептуальное развитие именно вот этого легкой системы, это юнибайк, это велоэлектромобиль, который сегодня войдет в нашу жизнь и так же, как у каждого сегодня есть гаджет, которого мы называем смартфон, точно так же у каждого будет гаджет, который будет называться транспортный андроид, он умный, он быстрый, он экономичный и более того, он нам позволит убрать расстояние из нашей жизни и соответственно перемещения станут совсем другого класса, поэтому, друзья, на этом я сегодня эту часть вебинара заканчиваю, значит, координаты наши, как с нами связаться, Алексей сейчас обязательно даст, то есть, есть вопросы, пишите в почту, пишите в скайп, а мы сейчас после небольшого перерыва переходим к второй части, это уже вебинар для тех, кто в проекте, для тех, кого не надо убеждать и рассказывать о том, что транснет, скайвей и шестой технологический уклад, это уже реальность, и мы будем дальше, начнем с определенных новостей и определенной подачи информации, которая сегодня нужна для того, чтобы у вас больше возникало уверенности, чтобы у вас четко возникало представление о том, что все развивается именно таким образом и такими темпами, какие мы задумывали еще год назад. Все, друзья, давайте делаем перерыв, те, кто получил исчерпывающую информацию и больше проект скайвей не интересен, друзья, здесь я поделать ничего не могу, мы с вами прощаемся, а для тех, кто переходит дальше, я считаю, что, друзья, у нас будет еще, как минимум, еще час с небольшим, очень интересной и плодотворной работы. Спасибо, друзья. Добрый день, с вами Михаил Кириченко, вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Скайвей. Мы сегодня с вами находимся в Экотехнопарке, наконец-то долгожданный, даже, я бы сказал, вожделенный момент, которого так ждали все наши инвесторы, партнеры, друзья нашего проекта. Итак, вы воочию сегодня сможете убедиться в том, что работа не прекращается, несмотря на небольшой перерыв, который был связан с праздниками. Все возобновилось, количество опор, которые уже установлены, о чем так долго гадали все наши зрители, сегодня вы сами увидите. Кроме того, сюрприз для вас, сегодня на стройке, все происходит под руководством самого генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, для наших зрителей, для поклонников, не боюсь этого слова, вашего тоже, не боюсь этого слова, проекта, расскажите о том, что сегодня происходит у нас в Экотехнопарке. Ну, мы устанавливаем следующие опоры, промежуточные. Вот, уже две установлены, сейчас третий, четвертый опоры. Где-то за сегодняшний день имеется в виду? Да. И мы, это начало скоростной трассы. Здесь будет городская трасса, километр 200 метров. И потом продолжение 15 километров, высокоскоростная трасса. Это будет одна трасса. Но те 15 километров выйдут за пределы участка. Мы сейчас находимся на территории участка. Здесь будет 19 промежуточных опорств, с пролетом 50 метров. И на те 8 метров пройдет сама трасса. При этом это будет два в одном. Сверху высокоскоростной транспорт. Навесной. Навесной. А снизу подвесной городской. В будущем мы потом сделаем и высокоскоростной подвесной. Прекрасно. А сколько сейчас уже установлено опор наши постоянные зрители, которые следят поклонники проекта за обновлением новостей, все гадают. Кто-то там скажет. Я был сегодня у Юницкого в конструкторском бюро. Там стоит уже столько. Другой говорит да нет там. Вот реально скажите. Сколько на сегодняшний день установлено? Пролетит вертолет, сейчас снимет и можно будет подсчитать. Так, небольшая интрига пусть будет. Ни хлико подсчитать. Дело в том, что морозы сейчас, видите, сколько снега. Были праздники новогодние. Ну, несколько график сбился. И сейчас вот здесь под следующую опору там яма выкопана, ее не видно. Сейчас придется откапывать от снега. Поэтому из-за вот таких вот обстоятельств, ну, непрогнозируемых, да, несколько мы не отстаем от графика. Чуть-чуть. Мы наверстаем и в январе уже все опоры будут стоять. Прекрасный прогноз. А как вы оцениваете работу смежников, подрядчиков? Ну, все идет по графику. В соответствии с финансированием работы. Может быть, следует попросить наших инвесторов, потенциальных в том числе, интенсифицировать свои усилия по финансированию работы? Конечно, это нужно. Чтобы все вовремя успели. Потому что когда падает скорость строительства, растут накладные расходы. и значительная часть средств уходит именно в это. То есть эффективность работ падает, когда недостаточно финансирования. Ну, это вообще известные факты. Поэтому, да, надо интенсифицировать. Видите, уже холодно. Холодно, да. А рабочим приходится весь день работать. У меня уже зубы сводят. Необходимо интенсифицировать работу. Это привлечение инвестиций, безусловно. Это очень важно и значимо для нас, конечно. Уважаемые партнеры, защищайте свои инвестиции. Не прекращайте поддерживать наш проект. И тогда мы скоро достигнем желаемого результата. безусловно. Строй SkyWay, спасай планету. Строй SkyWay, спасай планету. КОНЕЦ 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 divers КОНЕЦ Продолжение следует... 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 то есть это рельсовой облегченной системы Skyway, но тем не менее, которая призвана и которая сегодня по бизнес-применению находит самое широкое применение. И сегодня мы уже видим и заключаем ряд очень серьезных контрактов и компаний, которые начинают реализовывать именно с запуском этой концепции. Она была придумана конструкторским бюро чуть более полугода назад и за полгода прошел очень серьезный шаг. Мы с Алексеем присутствовали и на наших глазах все это происходило, когда от рождения концепции, от рождения идеи до визуализации, до конкретных сначала моделей, а теперь уже и изготовление прототипов в оригинальную величину прошло меньше полгода. Если кто-то мне скажет, что где-то в другой компании или в другом проекте возможны более быстрые темпы, ну я, друзья, просто не поверю. И как раз в мае месяце вместе параллельно с закладкой фруктового сада, то есть вишневого и яблочного, который будет вокруг демонстрационного экотехнопарка, не зря он называется экотехнопарк, у нас все необычное, и даже фруктовый сад и город-сад это действительно про экотехнопарк. Это будет очень интересное, серьезное событие. Мы его будем подготовить, мы его будем показывать, потому что для нас, друзья, это очень важно, запуск уже конкретных действующих проектов. И здесь я уже говорил на наших предыдущих и сегодня у нас уже с Алексеем четвертый вебинар о том, что параллельно работая над вот этими системами легкого транспорта, это четвертое направление, которое будет демонстрироваться в экотехнопарке. То есть первых трех уже говорилось и отснято много репортажей и сюжетов и интервью с конструктором, с генеральным конструктором, с конструктором по направлениям. Это и грузовая система, которую вы видели в экотехнопарке, это и пассажирская система, которая будет реально сегодня не альтернативой, а скажем, следующим шагом за общественным транспортом метро. И это, конечно, скоростные юнибусы, скорости, которые будут приближаться к самолетным, то есть уже порядка 500 километров и даже выше. Вот, соответственно, совсем другими затратами энергетическими, совсем с другими подходами к строительству, к скорости строительства, к качеству строительства, безопасности эксплуатации и, как следствие, конечно, платы за проезд. И четвертым направлением, которое вот сейчас уже и в ближайшее время будут уже продемонстрированы и видеоряд изображения, как это будет выглядеть и уже конкретные проекты и концепты, и уже изготовление прототипа, который идет полным ходом. И мы очень надеемся, это, естественно, новое направление, вот, оно требует дополнительного финансирования. И сегодня, можно сказать, что при тех темпах и при той сегодня работе, которая ведется, то я очень надеюсь, что в середине мая или к середине мая мы увидим уже действующие образцы. И это будет, естественно, очень серьезным подспорьем к дальнейшему заключению соглашения, который также мы ведем сегодня с различными губернаторами и мэрами в России. И сегодня прорабатывается ряд вопросов уже и в Казахстане, и в Киргизии, и в Норвегии, и в Англии, и в Ирландии, где, наверное, будет первое заключено такое соглашение. Это, друзья, активно развивающийся процесс. А здесь, как я уже говорил, мы введем небольшую такую интригу, что мы сейчас прорабатываем ряд уже конкретных бизнес-проектов, то есть с использованием технологии легкого именно транспорта Skyway, который по капитализации уже превышает несколько сот миллионов долларов. И вполне реально мы можем выйти на проект уже под первый миллиард долларов. Это не сама цель, это не то, что мы говорим, что наша задача вздуть цену проекта. Нет, это просто очень серьезные проекты, которые могут решать, и мы вам их покажем, мы сделаем, но исходя, это уже, друзья, не концептуальная вещь и не доведение информации, а это конкретные уже бизнес-проекты. Поэтому о них мы будем говорить уже только тогда, когда будут заключены контракты, когда будут созданы компании, и они будут уже сами показывать эту работу. Поэтому сейчас просто я могу констатировать, что даже, казалось бы, легкая игрушка, легкий прогулочный транспорт, который сегодня замышлялся и делается как велотренажер, как веломобиль 21 века, как струнный, скажем так, юнибайк, который преследует цели своей прогулочной, экскурсионной. Так вот, даже эта система уже сегодня претендует на то, чтобы стать миллиардным бизнесом. Сегодня мы с конструкторским бюро это активно прорабатываем, в ближайшее время должна быть техническая документация, технические расчеты, и дальше мы уже приступим к переговорам уже с конкретными заказчиками-инвесторами, и вполне вероятно, что в ближайший месяц-два мы выйдем на заключение первых контрактов. Это будет очень, друзья, показательно, и я сейчас это рассказываю, вы уже, наверное, знаете практику нашей работы, не для того, чтобы анонсировать или говорить о каких-то новостях, которые сильно привлекают внимание. Нам, друзья, надо четко понимать, что технология Skyway, струнный транспорт Юницкого, дает просто колоссальнейшие возможности в сфере бизнеса. И сегодня мы показываем на примере даже простых легких систем, что это тоже уже начинает претендовать на серьезный бизнес, хотя это только первый вход, это только первые шаги. И это будет иллюстрация того, что следующие проекты, которые будут уже тянуться к серьезным месторождениям, которые будут делать осваиваемыми сегодня непроходимую тундру вечную мерзлоту, который будет сегодня осваивать территории и делать доступными огромные сегодня пространства, которые, кажется, никому не нужны. И я в конце обязательно на этом остановлюсь, потому что меня очень задело на прошлой неделе выступление Алексея Леонидовича Кудрина. Вот у нас технико-экономические вебинары, который очень, я бы сказал, в жесткой негативной форме высказался по инициативе и проекту, который ведет президент Путин, по выдачу гектара земли на члена семьи на Дальнем Востоке. Он назвал это необоснованной экономической аферой, потому что никому не нужна земля на Дальнем Востоке без инфраструктуры. И я могу сказать, что в данном случае Алексей Леонидович Кудрин крайне неправ, мы с ним не согласны, и я думаю, мы докажем. И в конце, я надеюсь, вы со мной на этот предмет согласитесь. Поэтому то, что мы сегодня делаем, запускаем, и та система, которая отработана и за этот год уже показала свою результативность, она позволяет сегодня обладать очень серьезной доказательной базой для того, чтобы аргументировать Skyway, для того, чтобы привлекать новых партнеров, выходить на бизнес-проекты и, соответственно, показывать концепции и стратегии развития регионов, городов, стран и целых континентов. И сегодня также одно из направлений работы, в которой вы будете принимать самое активное участие, это мы наметили участие уже порядка 5-8 экономических форумов для того, чтобы показать концепцию и стратегию развития территорий с применением технологии Skyway. И первая такая конференция будет, это Красноярский экономический форум. Сейчас идет очень непростое согласование. Мы тоже понимаем, какое будет противодействие. Я просто очень давно и серьезно знаком с командой Толоконского Виктора Александровича. Это сегодня губернатора Красноярского края, до этого он был полпредом в Сибирском округе, а до этого он был губернатором Новосибирской области. Соответственно, его наиболее близкие люди, это, ну скажем так, мои друзья. Я на прошлой неделе встречался с Виктором Александровичем именно на предмет того, чтобы подготовить встречу Толоконского как губернатора крупнейшего региона с автором технологии Анатолием Дюницким, и чтобы они подписали соглашение от применения технологии Skyway с концепцией развития Красноярского края и Сибири в целом. И я думаю, что такое соглашение мы сейчас, хоть и с большим скрипом, здесь вот как раз приходится преодолевать и косность, и нежелание чиновников работать. Но, друзья, мы семимильными шагами идем к тому, и если мы доведем это до подписания, то я могу сказать, это будет очень интересное, знаковое решение. Если мы его не доведем на экономическом форуме, то во всяком случае будет сделан большой задел, и то выступление, которое будет и мое, и Алексея Суходоева на экономическом форуме в секции стратегии развития Красноярского края и Сибири в целом с технологией Skyway, это будет очень, я считаю, хорошая такая нам задел на будущее, потому что все, что мы с вами делаем, все семена, которые мы сегодня сеем в Skyway, они рано или поздно дадут всходы. И когда будет продемонстрировано, показано, и интерес к этому будет возрастать, многие вспомнят, многие примут решение для того, чтобы дальше двигаться и входить в проект. А если говорить об экономической концепции, то здесь, друзья, она очень просто формулируется, я бы пошел от обратного. Я не представляю, все перекрестились, когда ушел из губернаторов Новосибирский, Толоконский, еще руководитель. Но, Галин, я не могу тут вас не поддержать, не поддержать, просто очень трудно говорить с точки зрения стороннего наблюдателя. Я очень уважительно отношусь к Виктору Александровичу, я его знаю, когда он еще был сам мэром Новосибирска. И сегодня я не буду анализировать, какой он руководитель, а с точки зрения того, что всю власть принято ругать, и ругать это правило хорошего тона, я тоже себе иногда позволяю на наших вебинарах, мне тоже пишут, что я не люблю правительство Медведева, я не люблю очень многих чиновников, которые там делают. У меня есть на это личные мотивы, у меня есть на это мотивы с точки зрения аналитики и экономистов. Но, тем не менее, мы работаем, и сегодня, опять же, если возвращаться к взаимодействию, сейчас идет активнейшая работа с Министерством транспорта, еще с рядом ведомств, которые, наконец, увидели технологию Skyway. И здесь мы не будем забегать вперед, а когда произойдут ряд определенных событий, Юницкий сам обязательно об этом расскажет. Но я могу сказать, комментируя те новости, которые были на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, после уже прошедших переговоров Юницкого и Бабурина в Министерстве транспорта, что сегодня то, что доказательной базой является строящийся полигон, является стройка Мариной Горки, что для многих чиновников высокого уровня это просто вызвало шок, потому что они не представляли, что такого рода проект, они не представляли, что такого рода научная концепция может так далеко продвинуться, может так серьезно овладеть умами, что она без поддержки государственных органов, без поддержки основных министерств и ведомств, без поддержки каких-либо олигархов или так называемых лоббистов, сейчас как это модно говорить, она развивается и делается, опираясь именно на народное финансирование. Это действительно новое то, что мы сегодня сделали, это действительно новое, что мы с вами запустили и это действительно то, что дает результат. И сегодня я могу сказать, что начиная от проведения вебинаров, когда приходят новички и начинают задавать, как всегда, вопросы, сдует, не сдует, порвется, не порвется, это, друзья, мы сразу отсылаем на технические сайты и на тем вебинары, которые уже на эту тему проводились. А именно вопросы по тому, как встречают конкуренты, как встречают лоббисты, как сегодня идет взаимодействие с бизнесом внутри региона, это действительно те вопросы, которые сегодня подходят уже к реальной запуску и реализации проектов, на которые нам сегодня надо отвечать. Это действительно вызов сегодняшнего времени. Я вам могу сказать, что с этими вопросами мы активно справляемся, находим все решения. И сегодня я абсолютно четко себе представляю, что до конца года будет запущено десятки и десятки адресных проектов. Алексей про это еще может сказать, очень подробно и четко расскажет. Мы ввели такое понятие, как РАП, то есть региональный адресный проект. И сегодня эта работа активно идет. И то, что сегодня готовится уже в Марьиной горке, первая демонстрация прототипа, и это не отдаленная перспектива, а весна этого года. И мы надеемся, для нас это будет радостная весна, для нас это будет очень серьезное событие. И не только связанное с тем, что мы посадим фруктовый сад, но и то, что мы увидим именно первые образцы, действующие образцы технологии Skyway. И второй, на эту демонстрацию готовится уже подписание, следом за это, целого ряда контрактов на использование технологии Skyway. И вот этим, друзья, мы как раз сейчас заняты с Алексеем и ту команду, которую мы сегодня сформировали. Еще я рад, что у нас во многих регионах сегодня есть очень серьезные, талантливые, очень интересные ребята. Я могу назвать практически все регионы страны и близлежащего зарубежья. И это сегодня говорит о том, что те проекты, которые мы запускаем, они абсолютно реализуемые. И сегодня тот маховик, который раскручивается, и, соответственно, та доказательная база, которая сегодня предоставляется для нас как партнеров, для нас как тех, кто продвигает технологию, она, конечно, друзья, бесценна. И, наверное, вы понимаете, для тех, с которыми у нас был определенный перерыв в общении на вебинарах, вы, наверное, заметили, как поменялась и риторика работы, и информация, которая сегодня предоставляется. И я могу сказать, когда у нас есть возможность перед вебинаром поставить такого рода репортаж, как сегодня был Михаила Кириченко с Анатолием Юницким, друзья, я могу сказать, это дорогого стоит. И, наверное, очень немногие могут понять разницу в тех вебинарах, которые были полтора года назад, год назад, и то, что мы делаем сегодня. И здесь я могу сказать, что, друзья, а то, что будет через год, это несопоставимое с то, что мы сегодня планируем, даже в самых смелых своих мечтаниях. И здесь, как подтверждение, я вам могу сказать, что те бизнес-проекты, которые сегодня рассматриваются, и сегодня уже выходят в сотни и сотни миллионов долларов, это тому подтверждение. А для нас, друзья, это сегодня переходный период, когда из построения сети именно людей, которые приходят, которые инвестируют, и краудинвестинговая программа, краудинвестинговая система, которую мы создали, и в рамках которой мы сегодня работаем, которая позволила зафинансировать на сегодняшний момент полигон, создать технологию и двигаться семимильными шагами вперед, это на наших глазах сегодня начинает создаваться новая система. Это уже сеть из конкретных проектов, которые применяют технологию Skyway, а, собственно, это и есть начало капитализации, той интеллектуальной собственности, к которой мы с вами приступили два года назад, и которая сегодня активно и активно развивается. Поэтому, друзья, я могу сказать, если подведя такой небольшой итог той работы и тем заделам, которые мы сегодня делаем, это новый этап, это констатация того, что краудинвестинговая система сегодня работает. Так, вы поменяли задний вход, ну, я не знаю, по-моему, он у меня и год назад был. Вот, мы сегодня работаем в разных направлениях, сегодня работают разные инвестиционные фонды, сегодня работают разные направления, разные команды, которые есть, как я уже говорил, вся цель, которая сегодня ставится и которую мы достигаем, это Эко-технопарк, демонстрация технологии, это запуск адресных проектов, и как конечный цель уже в этом году выходить, на премии, на дивиденды, на рост акций, для того, чтобы то, что мы сегодня говорили, и в юридической схеме заложили, как защиту нас, как партнеров, как акционеров. Следующий шаг, друзья, это дивиденды, это рост котировок, тех обязательств, которые у него сегодня есть. И сегодня становится абсолютно реальным, что те дискаунты, которые закладываются в венчурной премии, это то, что мы сегодня делаем, они становятся реальными, и тот бизнес, который сегодня отстраивается, он начинает приобретать действительно уже очертания реального, серьезного бизнеса. И вспомните первое обращение Юницкого, которое все вы увидели, кто приходит и на сайте, и то, что мы сегодня, особенно год назад показывали на наших вебинарах, о том, что мы создаем самый крупный бизнес за всю историю экономической мысли. То есть та технология, которая сегодня дает развитие, то, что идет следом за нашим младшим братом интернетом, транснет, это серьезная капитализация, места хватит всем, и мы с вами стоим в пионерах тех, кто запускает этот процесс. И здесь дальше, друзья, как раз вчера мы обсуждали вопрос, было определенное взаимодействие, то есть как мы будем строить работу по доведению информации. В обязательном порядке Анатолий Владимирович будет нам указывать определенные акценты, которые надо расставлять. И сейчас я на примере поясню, что это такое, для того, чтобы мы четко понимали и представляли, что происходит, как происходит, и вы с технической и с экономической точки зрения понимали ряд аргументов, которые сегодня дает технология. Ну вот, например, с чем это связано. Вы все видели сейчас репортаж, и очень интересно комментарии, и даже определенные оппоненты, которые писали Юницкому, то есть сейчас некоторые люди берут себе правила, потому что они же считают, что они могут запросто поспорить с самим Юницким, потому что, ну кто он такой, изобретатель какой-то технологии, а человек, который сидит в интернете и, соответственно, за свою жизнь не знает, чего достиг, но в принципе он может задать вопрос, даже поспорить, даже покритиковать то, что происходит. Это, друзья, нормальное требование и нормальное сегодня веление времени, потому что в интернете все правы, и можно кому угодно задать вопрос, и кого угодно назвать, ну допустим, несостоятельным инженером. И вот как раз один из таких умников, как мы их называем, гениальных инженеров задает вопрос. Вы показываете репортажи с Мариной Горки, вы покажете строительство, снег, все завалено, и там четыре какие-то коллеги что-то пытаются делать, и вы называете это строительством, и вы называете это созданием серьезной технологии. И вот при такой обывательской точке зрения, почему на это, друзья, надо отвечать и надо понимать? Не для того, чтобы ответить этому умнику, а для того, чтобы те, кто в технологии, понимали ее плюсы и ее минусы. И здесь вот как раз то, когда на это обращают внимание и пытаются изобразить как минус технологии, друзья, как раз это демонстрация с точностью наоборот того утверждения, которое пытаются сделать. То есть действительно на полигоне в среднем работает там 10, 12, иногда 15 человек. Но, друзья, я вам могу сказать, Юницкий с шуткой такой задает вопрос. Друзья, если бы там работало сейчас 5000 человек и создавало вот этот участок, вы считаете, что мы могли претендовать на то, что это дешевое и очень технологичное производство? Да нет, друзья. Наоборот, если там будет работать постоянно 5000 человек для создания этого участка, это не значит, что они это сделают все за неделю. Это значит то, что эта работа требует огромного затраты человека часов. А то, что сегодня бригада максимум 5-8 человек может выполнять функции по строительству комплекса. Вот здесь вот я прошу запомнить эти цифры, если вы их еще не запомнили в репортаже Юницкого. Этот комплекс, который сегодня строится, по пропускной способности сопоставим с аэропортом Дубаи. Вот можете представить весь аэропорт Дубаи, который находится на 100 гектарах, и там работают тысячи людей, и там пропускная способность порядка, там, по-моему, сейчас вот это точно не могу сказать, 200 миллионов пассажиров, то этот, то же самое, такой же комплекс создает бригада в 8 человек. И, соответственно, этот комплекс умещается на территории технопарка, и, кроме этого, там есть еще 4 демонстрации разных видов транспорта, и еще фруктовый сад, и еще пруд, в котором Юницкий будет рыбу ловить, потому что он жутко заядлый рыбак. И как вы это можете представить? И здесь нам говорят, что это недостаток. Да нет, друзья, это не недостаток. Это показывает то, что технология не будет требовать такого количества сырья, нет такого количества материалов, она не будет требовать ни такого количества трудозатрат. А что все это просто, недорого и очень технологично. Это я отвечаю на вопрос. Но те, кто задают вопрос, я боюсь, что даже когда я это объяснил, в таком порядке слова эти повторить уже не смогут. И второй вопрос очень важный. Это вот то, что сегодня снег, замерзший Кириченко, который говорит, что вот в холоде строим после праздников. Тоже тут одни пишут, зачем мучить строителей, зачем строить, что нельзя было подождать и почему нельзя строить летом. Это тоже определенный умник задает вопрос. Вот здесь вот я могу сказать, что, друзья, к сожалению, к очень большому нашему сожалению, в районе Белоруссии, Марьиной Горки, очень бывают низкие температуры, редко, и то, что снималось этот репортаж, при минус 21 градус. Поэтому, почему я говорю, к сожалению, потому что одно из основных преимуществ технологии, одно из основных ключевых аспектов, которые даст капитализацию, это строительство в болоте и в вечной мерзлоте. А сегодня больше 70% территории Российской Федерации, где находятся территории, где находятся основные полезные ископаемые, которые надо осваивать, они находятся в вечной мерзлоте. Так вот, друзья, нам надо будет строить и показывать вечную мерзлоту. Теоретически технология это показывает. Практически, пока мы, друзья, можем сказать, что при минус 21 градусу технология может строиться. Ниже нужны новые другие климатические условия. Но природа нам показала, и Марьяна Горка нам дала возможность показать возможности технологии при снеге, при дожде, при ветре и при температуре минус 21 градусов. Поэтому, друзья, я могу сказать, что уже абсолютно практически на полигоне доказано, что минус 21 градус – это температура, которая на скорость, на качество технологического процесса не влияет. И это факт уже, друзья, доказанный, задокументированный, и вы видели тому подтверждение. Для того, чтобы показать строительство при более низких температурах, то нам, скорее всего, это конец 16-го, начало 17-го года, надо будет строить определенные тестовые участки уже в более северных широтах. Это, скорее всего, будет север Красноярского края и недалеко от Якутска. И мы берем на себя с Алексеем обязательства, я это уже не раз повторял, что в начале следующего, прошлого года, мы брали на себя обязательства участвовать в установке первой опоры при закладке первого столба. И кто увидел репортажи, мы, друзья, месили бетон, мы работали и участвовали во всех этих процессах и выполнили свое обязательство и обещания, которые мы дали. На сегодняшний момент, когда будет закладка и строительство первых опор в вечной мерзлоте при температурах минус 50 градусов, я обязательно беру на себя обязательство участвовать в этом процессе. Но я думаю, Алексей тоже не испугается таких морозов, тем более, что он живет в Челябинске. Для него такие морозы, наверное, когда-то были. Так вот, друзья, это тоже то, что демонстрирует сегодня возможность. И когда мы говорим, что это доказательная база, которая меняет концепцию освоения всей Сибири и Дальнего Востока, концепцию развития в России в целом, евразийского пространства, то это, друзья, не голословное утверждение, а это то, что сегодня заложено в технологии. То, что сегодня дает возможности. А для нас, друзья, кто является акционером, кто является партнером, кто сегодня формирует свои пакеты, именно инвестиционные пакеты, именно пакеты, которые рассчитаны на дальнейший рост, это говорит о том, что возможности технологий позволяют надеяться на то, что действительно те венчурные премии, которые закладываются, они будут реализованы. И сегодня рост акций в тысячу, две тысячи, три тысячи раз, или еще какой-нибудь, который показал в свое время Apple при технологии пятого технологического уклада, для нас это вполне подъемная сегодня цифра. И мы можем это повторить. Сделаем мы или это не сделаем, друзья, это зависит только от нас. Что-то мне подсказывает, что анализирует то, с чего начиналось два года назад, что было год назад, и что мы с вами обсуждаем и смотрим на вебинарах, на репортажах, и, соответственно, при каждом приезде в Минск, в конструкторское бюро и в Мариной Горке, мы видим, что-то мне подсказывает, и, друзья, что это для нас абсолютно реализуемая и четко задача, которую мы с вами вместе сделаем. Поэтому мы дальше так и будем работать по средам для того, чтобы показывать, доводить информацию. Вы будете очень много новых вещей узнавать именно из того репортажа и тех вебинаров, которые мы будем вести. Это сделано осознанно для того, чтобы мы расставляли акценты, и вы не получали комментарии из каких-то третьих, знаете, как очень интересно, тоже наш один из любимых таких присказов, которые обсуждали еще в конструкторском бюро первого поколения, когда один другому говорит, я слышал вчера Каруза, полная ерунда, больше мне не говори, он мне не нравится. Другой спрашивает, ты что, вчера на концерт ходил? Он говорит, да нет, сосед напел, и мне очень не понравилось, понимаете. Поэтому я могу сказать, чтобы комментировались и передавались новости именно из тех, как они должны доводиться, из тех, чтобы вы получали комментарии и оценку, то, как сегодня есть. Мы объединили эту форму и считаем сегодня, что доведение информации, которую вы будете получать, вы можете ссылаться на это, вы можете показывать и, соответственно, комментировать то, что сегодня делается. Это сделано для того, чтобы был некий такой информационный стержень, который будет показывать. Дальше информационное поле сегодня в Skyway очень широкое. Сегодня очень много блестящих спикеров, которые ведут сегодня вебинары. Это и Александр Менко, который ведет семейные встречи и основы технологии Skyway. Это и Григорий Михайлович Мирошниченко. Это и то, что сегодня делается в СВИГе, то есть в проекте, который доводится, тоже очень своеобразная информация. Кому-то может быть и такая форма нужна. Но, друзья, я могу сказать, что любая вебинар, любое, то, что вербует сторонников и люди благодаря этой информации приходят в проект и продвигают, друзья, это все во благо проекта, это все нам на руку. Поэтому, где есть какие-то недопонимания или непонятие, подача информации, друзья, это вы должны понимать только то, что каждый вебинар, каждый спикер именно рассчитан на того слушателя, на того человека, который может ее воспринять и делать. А так как мы с вами, друзья, все разные, так как у каждого разная аргументация, разное понимание жизни, то, соответственно, и доведение и получение информации тоже для каждого разное. Поэтому мне тут очень много пишут и в личку. Мы, кстати, вот я только тут не понял, у нас разногласия с нашими друзьями, что мы обычно с Алексеем на вебинаре даем свой личный скайп и почту. И тут неожиданно нам сказали, что или здесь это не принято, или здесь есть какая-то проблема. Давайте мы уточним. Просто очень много задают вопросов и я всегда даю скайп, я всегда открыт, потому что у меня идет огромное количество информации. Я довожу те вопросы, которые есть. Если это вызывает у кого-то какие-то проблемы или какое-то недоумение, ну, друзья, мы можем не давать свой личный скайп и свою почту. Пишите через почту, я не знаю, там, корпоративную, пускай передают нам вопросы. Это, кстати, это тоже может быть правильно. Так, Вячеслав, ну, Вячеслав, ну, что ж такое. По-моему, больше, чем я переписывался с Вячеславом Кулье, я, наверное, не переписывался ни с кем. Вячеслав, ну, надо иметь все-таки, так сказать, это справедливости ради. Так, поэтому, так, давайте, поэтому, давайте, на этом вебинаре мы не будем давать скайп и почту, хотя, я говорю, я вот за год, что мы делали, никогда не понимал, что, оказывается, это кому-то может или вредить, или вызывать какие-то вопросы. Так, информация по Самаре, где будет ПОК-конференции в личном кабинете. Да, в Самаре, я был, перед Новым годом, встречался с мэром Самары, мы договорились о подписании, соглашения, и будем, в зависимости от Красноярского форума и в зависимости от поездки Юницкого в Австралию, планировать пока, подписание планируется на, сейчас скажу, 5-е, на 12-е марта, подписание соглашения, вот, мы пытались, ну, как бы там сказать, что подписание мэра, пускай едет Виктор Бабурин от компании, подписывает мэр, но Анатолий Дуаров сказал, что с мэром все-таки он поедет подписывать лично сам, хотя мы вывели в такую логику, что президент группы компаний Skyway, Анатолий Дуарович Юницкий, будет подписывать с губернаторами, а Виктор Бабурин с мэрами, но все-таки Самара очень уважаемый город, 2 миллиона человек, поэтому Анатолий Дуарович сказал, что лично сам поедет подписывать, и там уже отведен, ну, выбран участок земли, который будет строиться, там выбран маршрут, который будет строиться под первые, вот эти легкие транспортные системы, поэтому в Самаре пока, друзья, но этот вопрос уточняется, потому что очень много факторов на это сегодня влияет, это зависит от того, как за эту неделю пройдет организационная система по Красноярскому форуму, как определиться поездка в Австралию, и, соответственно, исходя из этого, мы, но скорее всего, на 12 марта мы будем планировать и проводить конференцию и подписание соглашений, и здесь, если Анатолий Дуарович не сможет в этом присутствовать, ну, от компании, я думаю, что есть много достойных людей, которые с мэром подпишут такое предложение, так, что с мэром и с Питером, значит, с Питером процесс идет очень активно, я уже практически третью неделю сижу на чемоданах и жду, когда меня пригласят к вице-губернатору и презентовать губернатору проект, мы им сделали презентацию, отослали, написали все письма, вчера встреча не состоялась, сегодня не состоялась, как только она пройдет, друзья, вы об этом узнаете в первую очередь, то есть этот процесс активно в работе, и здесь, по Москве, тоже после определенной паузы вопрос очень быстро пошел, мы подготовили сейчас пять предложений адресных проектов, и в ближайшие где-то две недели мы будем сначала презентовать его в департаменте туризма и паркового развития Москвы, потом вице-мэру по развитию парковой зоны, и где-то на начало марта будет большой форум в Москве по перспективам развития, где нас попросили сделать доклад, скорее всего, буду делать доклад либо я, либо Алексей, может быть, если после этого будет презентация мэру Собянину, то я попрошу, чтобы поучаствовал Анатолий Дуарч-Юницкий, хотя сейчас, я думаю, такой необходимости нету, потому что он занят работой с Министерством Транспорта, там активнейшим образом идет работа, и результаты, которые там будут, мы, надеюсь, в ближайшее время узнаем. Поэтому, скажем так, все, что связано с легкими системами, я думаю, что ту команду, которую мы сформировали с Алексеем, она вполне с этим справится, и подключение такой тяжелой артиллерии в виде Анатолия Дуарч-Юницкого нам, в общем-то, наверное, пока не понадобится. А там, где надо будет именно стратегию и подписание соглашений, там, конечно, будет работа. Так, есть ли новости по Ирландии? Ну, друзья, по Ирландии самая такая новость, что Арманд сейчас вылетел на подписание соглашения, там возникли очень серьезные юридические аспекты, ирландская сторона стала выкручивать нам руки и выдвинула очень серьезные финансовые требования к первому проекту, вот, соответственно, группа компаний Skyway сделала определенные шаги в сторону правительства и сейчас согласовываются взаимные финансовые обязательства, которые должна взять на себя группа компаний Skyway и правительство Ирландии. Я абсолютно уверен, что мы эти все разногласия снимем и в ближайшую неделю выйдем на подписание. Если подписания соглашения не будет, мы тоже, друзья, никогда этого не исключаем, потому что это все новая работа, это запуск сложнейшего проекта и, естественно, все чиновники 10 раз страхуются для того, чтобы взять на себя какие-то обязательства, то мы вам обязательно расскажем, по каким причинам, либо какие препятствия, либо какие условия стали неприемлемыми, что мы после такой долгой работы в Ирландии, когда уже готовы соглашения, все-таки сегодня его не подпишем. Но, друзья, надеюсь, что Арманд и команда юристов SkyWay в главе с Виктором Бабуриным, они решат все эти задачи. Я думаю, мы выйдем на подписание прямо в ближайшие дни. Так. Так, ну все, давайте тогда сейчас я предлагаю такое дальнейшее, как мы отработали с Алексеем. Я слово передаю Алексею Суходоеву. Я думаю, что его надо представить, кто незнаком или попал на наши вебинары в первый раз. Это один из первых инвесторов, который пришел по краудинвестинговой программе, который стал одним из первых акционеров и инвесторов в проект SkyWay. Потом он стал развивать направление по легкому транспорту и сегодня это один из основных директоров, который продвигает систему легкого транспорта SkyPark по всему миру и, соответственно, является одним из директоров этой компании. И по согласованию с Анатолием Юницким он будет освещать наиболее интересные технические вопросы, которые будут интересовать наших партнеров и акционеров и которые конструкторское бюро и Анатолий Дуарович посчитает нужным довести. Естественно, что это никакая не подмена того, что делает Юницкий, потому что так как он доводит технические аспекты, не может довести никто, но когда это будет в нашей компетенции и в нашей работе, мы это будем делать с Алексеем. Алексей, тебе слово, а я тогда, друзья, буду сейчас смотреть и отвечать на вопросы, которые вы задаете и в следующем включении буквально на 10-15 минут я обязательно прокомментирую и сделаю данные наиболее Анатолевич, я не среди первых инвесторов на самом деле, среди первой сотни, но так как у нас год считается за 10 лет, то можно первую сотню считать первыми инвесторами. Друзья, на самом деле, то, что сейчас происходит, это может закончиться очень быстро и внезапно в 2016 году. Я имею ввиду именно финансирование корневой компании. На самом деле, сейчас предпосылки есть, они создаются, даже у нас среди наших активистов, бывших активистов возникают такие желания может быть съязвить, всегда спросить, что там, что там. На самом деле, мы развиваемся и вот та же ситуация в Ирландии, она не могла быть предсказана, то есть это стечение обстоятельств, это форс-мажор, с которым, естественно, есть все средства не то, что бороться, решать просто те ситуации, которые возникли. И давайте сейчас посмотрим вообще вот насколько значимую и весомую роль Анатолий Эдуардович Веницкий играет вообще в современной как транспортной инфраструктуре, транспортных будущих мировых корпораций, так и других направлениях современного технологического бизнеса. На самом деле, я думаю, что никому не нужно рассказывать про Hyperloop, то есть все можете посмотреть новости вплоть до того, что сейчас идет мощный пиар, мощный вброс, что типа заинтересовались Hyperloop российские крупные инвесторы. дай бог, как говорится, то есть конкуренция всегда рождает прогресс, но технология Hyperloop даже самим Маском на сегодняшний день не финансируется напрямую, то есть занимаются другие люди и Маск соответственно несмотря на то, что он идейный вдохновитель и основоположник вообще компании Hyperloop в начале, то сейчас две компании этим занимаются и мы приводили неоднократно на наших вебинарах два ролика, два сравнения, то есть что было сделано в 2015 году в компании Hyperloop и соответственно что было у нас на Экотехнопарке построено и сделано. И тут видно невооруженным взглядом, что действительно эту большую технологическую гонку на сегодняшний день мы действительно оказались впереди и я думаю, что сложно будет уже догнать хотя бы возможно, потому что определенные обстоятельства могут не заставить себя ждать и возникнуть в виде форс-мажора, как вот произошло в Ирландии, как я ощутил и не только я, в первую очередь наша команда по адресному проекту по Челябинску, что вроде как все в начале в самом вплоть до того, что осенью должно было решиться, но тот человек, который лоббировал и все продвигал на высшие власти, его просто сместили с должности, причем в Челябинске смещали с должности ключевых фигур аж два раза. Сейчас ведутся переговоры, мы готовим соглашение, я искренне надеюсь, что уже вот эти вот хождения, хождение по мукам, хождение по чиновничьим кабинетам закончатся подписанием соглашения, уже началом конструктивной, конкретной работы, которая, соответственно, уже вылится в начало финансирования проекта, и мы это дублицировать будем на различные проекты, то есть сейчас также мы запустили реестр предварительный, который неоднократно говорили, и говорили, что он будет запущен, ну, подкладывали по определенным причинам, то есть сама концепция, само понимание готовилось, сейчас мы четко понимаем, что на самом деле ключевой точкой входа и точкой входа вообще в рынок любого региона является легкий прогулочный транспорт, ну, есть регионы, где желают также инициировать адресные проекты высокоскоростного транспорта, но на самом деле, когда вы приходите на переговоры к чиновнику с предложением построить электро веломобиль, электро юнибайк, то есть, грубо говоря, велосипед 21 века, игрушку для кого-то покажется, то, соответственно, вас начинают слушать, понимаете, когда принимают уже конкретную данную технологию, начинают осознавать, что данный транспорт действительно может решить значительное количество проблем, пробок и так далее, и, соответственно, начинается уже разговор в ракурсе непосредственно обсуждения будущих адресных проектов, которые уходят далеко за стратегию легкого прогулочного транспорта, но сейчас на самом деле мы будем, я думаю, как минимум 10 вебинаров в будущем ввести по юнибайкам, чтобы все поняли, что это за концепции, и, друзья, давайте все вместе заправило себе возьмем, что об этой технологии легкого прогулочного транспорта, то дальше узнает по цепной реакции, должны узнать максимум количество людей, и максимум количество людей должны быть хотя бы оповещены, что на самом деле уже весной, максимум осенью будет продемонстрирована технология легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта, и с этого начнется такой второй этап эры Transnet, эры международной корпорации уже Skyway, раньше это были струнные технологии и так далее, и, соответственно, начнется совершенно другая игра, то есть начнет развиваться совершенно другая скорость, сверхбурный рост, и, дамы и господа, не заставят себя ждать момент зафинансирования городского пассажирского транспорта, грузового, именно вот этапов финансирования экотехнопарка, ну и затем уже, я думаю, за счет авансовых платежей на будущие адресные проекты, мы легко и просто зафинансируем адресные проекты, даже не учитывая тех наблюдателей, которые в лице крупных потенциальных инвесторов сейчас за нами наблюдают и ждут, ну когда же мы что-нибудь продемонстрируем, и на самом деле сейчас вводится в строй новые зачатки эпохи, эпохи технологии, которая за собой повлечет отказ от современных углеводородов в виде использования топлива, и произойдет это на самом деле достаточно быстро, в этом же ракурсе развивается Элон Маск, Элон Маск, то есть он разработал концепцию Powerwall, для новичков я сброшу чуть позже, что такое Powerwall, и соответственно, это компактный накопитель, аккумулятор, альтернативной энергии, и в этом концепции схожи, мы будем свои накопители естественно разрабатывать, но Илон Маск начал это первым, и собственно, можно сказать, что это синергетический эффект взаимного развития, и он может послужить тем результатом, что как сказал Герман Греф, что нефтяной век в мире очень быстро закончится, то есть он сказал закончился, но на самом деле он подходит сейчас к концу, и те основные направления шестого технологического уклада, то сравнение с Раймондом Курцвеллом, то есть вот пожалуйста слайд, я думаю, прекрасно визуализирует и дает понять, что логика параллельного развития как андроида, так и транспортного андроида, она имеет место быть, имеет смысл, но Раймонд Курцвелл в своих предсказаниях, что автомобили будут перемещаться с помощью искусственного интеллекта, то есть это нынешний технический директор Google по развитию искусственного интеллекта, говорит, что будет передвигаться транспорт, но вопрос, транспорт какого уровня, и как раз таки нет вообще логики суждения Раймонда Курцвелла, хотя очень много предсказаний было им сделано, и они сбылись от начала создания интернета до появления достаточно мощных уже на сегодняшний день компьютеров, и в будущем Раймонд Курцвелл соответственно уже сейчас старается предсказать, что терабайты, десятки терабайт мощности будет развивать скорость передачи данных в компьютер современный, ну и мы декларируем, что сеть Transnet будет включать на самом деле сотни тысячи таких мощностей, потому что транспортный андроид, первые транспортные андроиды юнибайки поедут, почему транспортный андроид, потому что подвижной состав будет обладать машинным зрением, то есть значительным количеством наборов камер различного видимого диапазона как ближнего, как дальнего, инфракрасными датчиками, именно радары особого диапазона, все это будет формировать картинку в глазах и в органах осязания юнибуса, юникара, юнилета, юнибайка, то есть юнибайк это так скажем самый младший сын современной технологии Skyway и как вот сказкой будет этот будет далеко не дурак, то есть не получится Иван Дурак, этот сын как раз таки выведет всю технологию на тот рынок, на те перспективы, о которых мы сейчас говорим. Что было бы на самом деле, если бы эту технологию Анатолий Эдуардович не принял, оставалось бы только догадать, потому что на сегодняшний день мы развиваемся, мы не скрываем этого, через народное финансирование, через народный краудинвестинг, финансирование могло идти намного быстрее, то есть если это было бы привлечение в 10 раз больше, допустим, чем сейчас, то возможно сейчас уже близилась бы демонстрация городского пассажирского транспорта. Но как мы все с вами намерены это осуществить, я думаю, что нет сомнений, что мы это сделаем, так как ежедневно прибавляются новые сторонники проекта Skyway, мы это обязательно сделаем. И как раз таки логика развития в виде искусственного интеллекта, она на наш взгляд будет встраиваться именно в подвижные составы. И как раз таки это будет исключать возможность ДТП, различных аварий, не говоря о том, что на втором уровне возможность ДТП и различных аварий, она фактически минимально снижена. Но теория Раймода Курцевала, что будут появляться андроиды, они уже разрабатываются на самом деле. На мой взгляд, сугубо это ни к чему хорошему не приведет. То есть нужно это ограничивать. Но так как сейчас многие техногенные корпорации настроены и рассчитаны на снижение популяции, наоборот, технология Skyway настроена на улучшение экологии и на повышение качества жизни, чтобы наоборот население росло, мы решали различные проблемы объединившись и мы формируем на сегодняшний день шестой технологический уклад. Как раз таки одним из направлений шестого технологического уклада это будет очень важное направление и вот тоже многие специалисты, в том числе Раймонд Курцева говорит о том, что биогенные инженерии, био-наноинженерии будут иметь огромную роль и играть существенную, так скажем, позицию в развитии шестого технологического уклада. Это нано-роботы, которые будут очищать наши сосуды и так далее. Но все намного проще, значительно проще. Нужно просто создавать экологичное сельское хозяйство и перемещать в виде капсул гумус, именно который производство будет налажено в том числе в корпорации Skyway, можно будет через скоростной транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. Логики как по-другому это сделать и как массово наладить экологически чистое сельскохозяйство производства. Ее на сегодняшний день мы не имеем понятия каким образом представить как-то по-другому. И то, что сейчас заложен задел адресных проектов и он представляет малую долю всего, чего мы знаем, потому что очень много адресных проектов находятся в секрете и об этом узнает только так скажем когда они будут реализованы естественно это будет в виде новостей на наш инвест проводящую систему но друзья даже события сейчас накладываются таким образом что мы вынуждены признать что Анатолий Эдуардович Юницкий совершенно грамотно и разумно откладывает поездку в Австралию там ждут с распростертыми объятиями уже с конкретными переговорами потому что родина матушка Россия русский народ так скажем зовет и действительно несмотря на то что в 2009 году было встречено непонимание сейчас время наверное действительно пришло и мы были услышаны приглашены на презентацию Министерства транспорта все прошло положительно движемся дальше и сейчас уже непосредственно идет подготовка к экспертному совету и уже в этом месяце мы узнаем результаты далее после этого ни Виктора Бабурина ни Анатолия Эдуардовича Юницкого вот таких вот именно весомых фигур в международной группе компании Skyway заменить фактически невозможно Анатолия Эдуардовича вообще нереально заменить потому что такие люди вообще рождаются наверное от 1 на миллион если не на миллиард потому что изменить всю концепцию вообще технологическую революцию совершить это действительно нужно уметь и только эти люди должны ехать на переговоры в Австралию но так как дублицировать в этом плане как мы все с вами делаем инвест проводящей системы да даже сейчас будем дублицировать систему адресных проектов то есть каждый кто действительно не просто себя чувствует силы но конкретно понимает конкретно осознает как он будет инициировать адресный проект в этом нужна помощь именно в направлении может быть в обучении может быть в советах может быть в обсуждении разборе полетов мы готовы помогать и пожалуйста мы сбрасываем информацию то есть с позволения команды РСВ Skyway Capital этот реестр должен был запуститься давно многие может быть перегорели но собственно всему свое время мы запускаем сейчас этот предварительный реестр можете заполнять форму она направлена на выявление наиболее интересных и реальных самое главное адресных проектов поэтому команда и так скажем я бы не называл отделом это просто так скажем направление которое инициировали в первую очередь Сергей Анатольевич я и это направление РАП это направление региональных адресных проектов и мы также сделаем присказку такую что это реальные адресные проекты то есть это адресные проекты которые можно инициировать можно действительно подписать соглашение с администрациями уже в ближайшее время люди начинают думать в правильном ракурсе раньше мы думали в ракурсе пробивания стен чиновников и преград в искоскоростном транспорте и так далее но друзья все постепенно на следующих вебинарах мы напомним вам обязательно о стратегии Джобса и сейчас мы четко по стратегии Джобса и Джобс доказал что можно создать сотни миллиардов капитализацию собственно это так как выбрана правильная стратегия на основе будущей и растущей сети адресных проектов мы друзья обязательно сделаем потому что никто на самом деле кроме нас этого не сделает сейчас в Hyperloop я не знаю вот сеть адресных проектов они формируют такую или нет сила наша заключается знаете в чем то что мы не просто инвест проводящий систему мы сеть будущих потребителей этого не было ни в единой корпорации сделал отдельный слайд тоже чтобы это закрадывалось понимание мы делаем то что не делай ни единой корпорации во первых мы развиваемся через сетевое построение корпорации во вторых мы уже на ранней стадии создаем сеть потребителей которые будут узнавать об новых адресных проектах возможности инвестирования финансирования этих адресных проектов возможности вывода новых направлений то есть струнное вакуумное стекло взлетно-посадочные полосы армированные струнные технологии очень много интересного на самом деле будет и все это будет управляться через ЛК не то что управляться информация будет доноситься нам через ЛК через мобильные приложения друзья этого нет ни у одной корпорации Hyperloop я думаю точно этого нет и то чем мы сейчас занимаемся что каким образом мы развиваемся это единственная правильная стратегия развития подобной технологии потому что никто ее не ждет никто ее не встретит с распростертыми объятиями но с другой стороны никто не будет против того что появится велосипеды 21 века никому не мешающая ни с кем не конфронтирующая не конкурирующая и мы просто создадим игрушку из которой появятся новые направления радиация как когда-то из обычного смартфона через 9 поколений появился планшет по стратегии Джобса и не будем забывать также Генри Форда так как Антолий Эдуард Шуницкий делает народный автомобиль второго уровня народный рельсовый автомобиль второго уровня есть выбор сделать на десятки тысяч долларов может быть на сотни тысяч долларов суперлюксовые модели но этой цели нет нужно сделать народный автомобиль второго уровня и это друзья мы обязательно сделаем строй скайвей спасай планету счастливо Сергей Анатольевич передаем слово Все, запустился, а то у меня тут сбои периодически идут. Но, друзья, очень рад, что у нас в таком формате встречи. У нас обычно на вебинаре, вот таком вечернем, как мы по прошлой неделе, по позапрошлой неделе, где-то по 600, иногда по 700 человек. То есть мы уже привыкли к таким вебинарам. Но здесь, как вы видите, техническая проблема. Комната больше 300 человек не пускает. Мне уже отписались сотни людей, что не могут зайти на вебинар. Но, друзья, я думаю, что мы такие технические проблемы решим. Ничего сложного. Тем более, что это обычно выкладывается в записи. И, соответственно, мы статистику смотрели. Вебинар, на котором присутствует где-то 500, 600, 700 человек за 3-4 дня. Потом около 4-5 тысяч просмотров. Потому что не всем удобно присутствовать лично. Многие смотрят потом в записи или используя параллельно как фон. Я тоже очень многих спикеров, когда мне интересно послушать, я беру записи, потом либо в машине, либо, когда есть время, прослушиваю. И это тоже очень, друзья, удобно. Потому что сегодня система получения информации крайне разнообразна. Но, с другой стороны, я могу сказать, что и сам лично с большим удовольствием провожу вот эти вебинары. Потому что они все-таки делают общение единомышленников. Они все-таки объединяют в единую такое энергетическое пространство. Они объединяют людей, которые устреплены и направлены все силы для решения задач. Тут писали, что да, у нас действительно сегодня пятая встреча за день. Не знаю, я себя чувствую очень замечательно. Алексей чуть-чуть уставший, но у него все-таки времени уже 12 час. И просто действительно тот объем работы, который мы сейчас с Алексеем делаем, кроме вебинаров, он действительно очень и очень существенный. Но здесь я могу сказать, что здесь мы не то, что не роптать, ничего. Мы к этому шли, мы сознательно запускаем, делаем. И утешает одно только, что дальше работы будет только больше, дальше работа будет более сложная. И, соответственно, мы абсолютно уверены, что, выходя на новые горизонты, мы будем эти задачи решать. И сейчас, согласовывая параллельно, вот я сегодня, почему говорил, одна встреча была с администрацией Красноярского края. Те, кто готовят научный доклад, сегодня они прямо на нас насели. Дайте тезисы, о чем мы будем докладывать на экономическом форуме концепции развития Сибири. Вот, потому что там будут все губернаторы Сибирского округа. Мы с Алексеем как раз добьемся того, чтобы как минимум с тремя, с четырьмя мы вышли на следующие шаги по заключению соглашений. Тем более, что многих я лично знаю еще по работе в Министерстве регионального развития, по работе в администрации Кемеровской области, потом Красноярского края. И как раз вот с Юницким, когда обсуждали вопрос, я говорил, что Красноярский край – это уникальный край, потому что Лебедь Александр Иванович, который был губернатором, запустил, дал старт и фактически стал таким толчком, катализатором запуска SkyWay в 2001 году. Ну, потом, вот сегодня губернатор Красноярска, как бы к нему кто не относился, к Толоконскому, он также действительно дает старт и дает свою площадку, чтобы мы сделали и дает проекты по земле, чтобы мы запустили. Ну и как мы уже тут с этой интрижкой, еще один очень интересный проект, который даст просто уникальнейшую капитализацию всей вот этой концепции Юнибайков. Причем это пошло от администрации, мы сами не ожидали, насколько интересный и востребованный этот проект есть. Я вчера только это показал и рассказал Анатолию Дуарчу Юницкому, он давно уже, то есть я от него эту концепцию услышал где-то лет 10-12 назад, потом мы к ней не возвращались, но когда я ему вчера показал, что и как сегодня затребовано, друзья, зная его, зная работу, как есть, через неделю-две мы абсолютно, вот я уверен, мы увидим настолько интересные технические решения, которым я буду сам потом радоваться и смотреть. Поэтому здесь как раз задача заключается вообще всей нашей системой, как Алексей абсолютно правильно сказал, мы абсолютно новая, уникальная система построения сетевой корпорации. И сетевой в плане не то, что как сетевая MLM, а то, что именно как взаимодействие потребителей, взаимодействие общей направленности инвестиционной системы, и сегодня мы вышли на реальную сеть адресных проектов. То есть вся Transnet будет состоять из отдельных проектов, конкретных трасс, но они все будут связаны в единую систему. Это, друзья, действительно уникальнейшая вещь. Ее сейчас может мало кто осознать. Очень сегодня аналитиков, которые понимают, как меняется мир в связи с интернетом, в связи с новым интернет-банкингом, который сегодня, в связи с информационной системой, средой, которая сегодня возникает. Мир меняется так быстро, что за этим не успевают ни налоговые, ни фискальные, ни технические и уже управленческие органы. А мы с вами, друзья, уже не то что в пятом, мы с вами уже решат вопрос обсуждения. Так, друзья, теперь очень важный вопрос, который возник, и действительно он требует определенного комментария. Это Ялтинский экономический форум. У нас там есть очень серьезные партнеры, и мы, я со своей стороны через правительство Аксенова, там крымские, очень наши энтузиасты, интересно выдвинули. Но, друзья, с чем мы столкнулись? И это действительно веление нашего времени, точнее реалии нашего времени, и от них нельзя отмахнуться. У нас очень много партнеров в Украине, очень много партнеров в Молдавии, в Киргизии, в Казахстане и вообще в дальнем зарубежье. Сегодня 47, вот на прошлой неделе я интересовался, 47 стран, которые являются акционерами, то есть этих стран являются партнерами нашего проекта. Естественно, они все неоднозначно относятся и к системе управления, которая есть в России, системе власти и взаимоотношений. То, что происходит с нашими соседями, особенно события в Крыму и на Украине. Мы сразу говорим, друзья, Skyway, он вне политики. У нас нет врагов. Все, кто поддерживает Skyway, все наши единомышленники, он нужен всем. И поэтому мы никогда не конфликтуем, мы все за. Но сегодня политическая система, которая сложилась и противостояние вокруг Крыма, она неожиданно вызвала реакцию, что если мы будем представлять, как Skyway российскую технологию в Крыму, то наши партнеры на Украине, наши партнеры в Молдавии, в Приднестровье, в Казахстане очень отрицательно на это отреагируют. И это, друзья, новая реальность, которую мы не предполагали. И сегодня мы решаем этот вопрос, каким образом представить эту технологию и каким образом позиционироваться в Крыму. Потому что мы действительно сегодня проект, который стоит над именно российской государственностью, над Россией как таковой, потому что полигон в Белоруссии, акционеры из 47 стран мира. Поэтому это, друзья, более серьезное понятие, которое есть. И тот, кто сегодня пытается нам повесить ярлык и пытается нас загнать в какое-то стойло одного понятия, он не прав. Потому что, мы говорили, мир изменится благодаря Транснету более серьезно, чем изменился интернет. Интернет убрал информационные границы, Транснет уберет физические границы. Интернет убрал скорость перемещения, получение, обработку и хранение информации. Транснет уберет это абсолютно именно в сфере перемещения. И то, что мы сегодня к чему подходим, не вкладывается ни в одни чиновничьи мозги. Ни один чиновник, который сегодня принимает решения, или тем более политик, который сегодня вешает руки, он не может осознать, что мы сегодня делаем. Но, исходя из того противостояния, что всегда появятся люди, которые захотят из близких друзей сделать врагов, это мы уже сталкиваемся и делаем. Поэтому, действительно, участие в Ялтинской конференции сегодня стоит под очень большим вопросом, именно для того, чтобы не разжигать конфронтацию. И так как многие сегодня со стороны организаторов этого форума пытаются показать, что это чисто российское и ничего близкого здесь нет, соответственно, вызывают критику и вопросы с украинской стороны, с Евросоюза. Поэтому, друзья, я не исключено, что нам будет умнее и выгоднее принять решение вообще отказаться от участия в этом форуме, для того, чтобы показать свою позицию, что мы находимся вне этой позиции. Но, друзья, еще раз я говорю, это будут очень серьезные консультации, это будут очень серьезные принятия решений, потому что проект Skyway, лично Анатолий Дарч Юницкий, он уходит уже на тот уровень, что его заявление, его работа, его сегодня результаты, которые он как конструктор, он как инженер, он как руководителем крупнейшей компании сегодня дает, она влияет на многих и многих людей. Поэтому здесь, друзья, мы и дальше будем сталкиваться с такого рода событиями, то есть мы первый раз сыграли серьезную политику, я вам могу сказать, когда лично президент Литвы и премьер-министр обвинили Юницкого и закрыли компанию в Литве, знаете, нам было даже несколько лестно, представляете, когда мы приехали в страну, получили землю, договорились с местными депутатами Сейма Шауляя, с мэром подписали соглашение, и потом лично премьер-министр приехал расторгать это соглашение, лично президент обратился с открытым шмом для того, чтобы осквернить и показать, что Юницкий в чем-то не прав. Но, друзья, не в каждой стране ученый, который приехал, создал компанию и хочет работать на благо страны, неожиданно возникают такие моменты. Но это, друзья, я бы сказал, такие политические или околополитиканские игры. Мы стараемся в этом не участвовать, мы стараемся на это не обращать внимания, потому что, друзья, для нас строй, скайвей, спасай планету, это не пустые слова. Это не какой-то пустой лозунг. Вы видели репортажи, когда четко показано, что если мы в 2-3 поколения не сделаем изменения в техногенной развитии, то цивилизация погибнет, она съест сама себя. И то, что сегодня Эллен Маск, Юницкий, именно как новые технологии 6-го уклада, показывает, что 70% сегодня углеводородной энергетики мы можем заменить в ближайшие 10-15 лет на восстанавливаемые экологически чистые альтернативные источники, то это, друзья, не пустое утверждение. Маск, который делает сегодня технологию для бытовых потреблений, домохозяйств абсолютно автономную, и инженер Юницкий, который позволяет утверждать и четко делает обоснование, что весь транспорт будет на альтернативных источниках, это, друзья, очень серьезные и важные заявления. И сегодня, когда мы проводим четкий ряд, что есть интернет, пятый технологический уклад, как мы его называем, младший брат, мы сегодня участвуем в создании и уже приступили к строительству элементов, это шестого технологического уклада, и как агрегированного понятия, транснет, следующая сеть. И уже сегодня это нам позволяет вообще выйти на передовую науку, то, что мы сегодня делаем, зайдите в интернет, посмотрите, вы нигде не увидите, не услышите описание седьмого технологического уклада, автором которой также является инженер Юницкий, это уже Spaceway и, соответственно, SpaceNet, то есть это следующая сеть, которая будет за транснетом. Это, друзья, абсолютно новые понятия, которые сегодня в научном мире даже не обсуждаются. У нас сегодня не то, что нет конкурентов, у нас сегодня нет людей, которые в состоянии это понять. И мы только своей работой, только своей сегодня деятельностью компании создания системы транснет сделаем, и как раз следующая сеть седьмого технологического уклада смогла формироваться только после действий, когда стал строиться транснет. А он стал строиться, посмотрите репортажи, то, что вы увидите в Марьиной горке, это не что иное, как строительство первых элементов новой транспортной сети на Земле, которая будет называться транснет. И он будет оформляться в течение примерно 10-12 лет, хотя скорость будет колоссальная, и транснет можно будет считать оформленным и укладом, который стал доминирующим сегодня в цивилизационном развитии, когда сеть замкнется. Это будет очень важный момент, потому что с замыканием сети вокруг Земли то есть эта сетка, которая сделается, она позволит замкнуть передачу информации через оптиковолокно, которое будет зашито в путевую структуру со скоростью света неограниченное количество информации. То есть это фактически станет бесполезными и ненужными спутники, которые сегодня летают, а информация будет передаваться мгновенно неограниченное количество. И вы, когда в своем персональном юнибайке, перемещаясь со скоростью 500 км в час в любую точку мира, будете обладать неограниченным доступом к информации. Это значит видеосигналы, это значит видеоконференции. Я не исключаю еще, думаю, что не так далек тот день, когда наши с вами конференции будут проводиться, каждый будет находиться в юнибайке, и через интернет мы будем собираться в единые конференции. При этом мы с вами будем находиться в разных частях света, мы будем перемещаться с разными скоростями, и мы будем еще при этом заниматься спортом. Я бы с удовольствием в это время еще и крутил бедали, вырабатывал энергию для того, чтобы двигаться, сжигал ненужные калории, потому что сегодня, друзья, я могу сказать, при той загрузке, которая у нас идет, катастрофически не хватает времени на спорт. Потому что освободить время, это значит, либо убрать от общения с детьми, а я могу сказать, это просто нельзя допускать, либо меньше спать, но я могу сказать, что меньше того, чем я сейчас сплю, я уже просто не могу, и соответственно, больше альтернативов по времени нет. Я провожу свое время сегодня либо за рулем автомобиля, либо за компьютером, который сегодня есть. Так вот, юнибайки, это велоэлектромобили, которые позволят нам перемещаться, находиться в интернете, и заниматься фитнес-спортом. Друзья, я просто жду, не дождусь, когда у меня будет персональный юнибайк, чтобы я перемещался в нем, не сжигал в Москву, я езжу в Москву и обратно, у меня 24 километра от МКАДа, я сжигаю по 30 литров бензина туда-обратно, причем я езжу один, понимаете, и таких, как я едут десятки тысяч. И 24 километра я иногда проезжаю, друзья, за час. Так вот, на своем юнибайке, крутят педали, я буду это проезжать за 20 минут, без всяких пробок, без всяких систем. Так вот, друзья, я с удовольствием крутил педали, ехал, дышал чистым кислородом, потому что юнибайк будет вырабатывать и очищать воздух. Я бы дышал ионизированным воздухом, и при этом, друзья, спокойно бы проводил вебинары для тех, кто находится в любой точке мира. И это, друзья, не футуристический прогноз. Это, друзья, та реальность, которую мы в мае этого года уже увидим в Марьиной Горке. Поэтому, то, что сегодня, друзья, происходит, для многих это фантастика и непредсказуемые вещи, для нас это реальность, друзья, в которой мы с вами все участвуем. И здесь я могу сказать, завершаем. У нас мы сразу предупреждаем, что мы не ориентируемся в вебинар на час, потому что темы очень сложные, их надо обязательно показывать, проговаривать. Поэтому средний наш вебинар это где-то час 20, час 30. Поэтому для кого это тяжело, друзья, можете смотреть потом в записи, но это уже практически за год отработанная система, и наши партнеры, наши, скажем, люди, которые, друзья, которые постоянно ходят на вебинары, мы примерно оптимально отработали срок, что час 20, иногда час 30, иногда, если очень сложный материал, материал час 40, мы проводим. И завершить я хочу, друзья, темой о гектаре земли, я сегодня ее комментировал на первом вебинаре, и здесь как раз очень много факторов. Сразу оговорюсь, что СВИК, то есть Skyway Invest Group, Skyway Capital, и они к этому проекту не могут иметь никакого отношения, потому что по закону только правительство может выдать землю персонально гражданину, который проживает в Российской Федерации. Это не значит, что мы не находимся рядом с этой программой. Мы оказываем, как консультанты, как люди, которые сегодня создают новую технологию, которая станет, делает доступным все территории России, Сибири и Дальнего Востока, как люди, которые знают сегодня ценность того, что делает Эллен Маск, то есть это бесплатная и доступная беспроводная энергетика. Соответственно, здесь, друзья, я как в первой части сказал, что позвольте мне не согласиться с дилетантским утверждением Кудрина, который сказал, что Путин делает аферу, когда предлагает людям землю без инфраструктуры. Это, друзья, мышление чиновника, когда кто-то кому-то должен что-то дать. Он считает, что он должен провести туда инфраструктуру, то есть дороги, свет, газ. Он должен обеспечить жизнедеятельность. Люди почему-то берут на себя такую функцию и только после этого люди будут рассматривать возможность переехать туда или не переехать. Так вот, я могу сказать, что Алексей Леонидович Кудрин очень сильно отстал от цивилизации. Он сегодня находится в прошлом тысячелетии. Он сегодня обладает мышлением даже не пятого, а четвертого технологического уклада. И исходя из этого, его знания, его интеллект не позволяет описать и прогнозировать то, что будет в ближайшее будущее. Он даже не обладает сопоставимым интеллектом, такой, как у Элона Маска. Он не понимает в принципе, что такое струнные технологии и что делает инженер Юницкий. Поэтому он единственное, что может критиковать, это действие Путина, который хочет раздать землю и сделать ее экономически привлекательным и ввести землю в экономический оборот. А тут, друзья, я не буду сейчас объяснять или что-то комментировать. Я задам вам вопрос, отвечать вам. А вопрос заключается в следующем. То есть, вы слышали о технологии Элона Маска. Если не слышали, зайдите в интернет и посмотрите его, я считаю, интереснейшую презентацию, когда он презентовал Powerwall, то есть, технологию, которая делает жилье автономным и независимым от всех видов энергии. Соответственно, он запустил производство завода, который уже в этом году, в 16-м году, даст 100 миллионов комплектов для такого рода энергетики. И вы это знаете, вы обладаете информацией, что в ближайшее время можно поставить комплект на дом и, соответственно, абсолютно сделать автономным жилище от внешней энергии. И этот комплект будет стоить для начала 3000 долларов, а в перспективе он сказал, что комплект будет стоить 1000 долларов. Это очень важно, потому что Unibike, персональное средство, на котором вы будете перемещаться в любую точку мира, также будет стоить в пределах 1000 долларов. Так вот, друзья, вы знаете об этой технологии. Вы знаете о том, что есть и проект Skyway, есть Transnet, и, соответственно, в ближайшие 3-5 лет технология позволит добраться в любую точку мира и перемещаться по всей евразийскому пространству бесплатно. По аналогии Скайпа. И вот теперь вы обладая этой информацией, вы понимаете, что земля, которую сегодня предлагает президент Путин по одному гектару на члены семьи, то сопоставив эти факты, вы понимаете, что вы сейчас берете землю, куда придет инфраструктура очень дешево и быстро, и это будет независимо по энергетике. И вот теперь я задаю вопрос, обладая такой информацией, вы будете отказываться от этой земли? Я лично отвечу нет. Надо быть идиотом, чтобы понимать, что на евразийском пространстве находится порядка трех миллиардов гектаров земли и обладая информацией, зная, где пройдет трасса Скайвей, зная, где пройдет линейный город, вам предлагает правительство взять землю вблизи этой трассы. Вы скажете, где узнать эту землю, где узнать эти координаты? Вот здесь я могу сказать, вот здесь, как консультанты Скайвей, мы вам подскажем. Мы вам подскажем, согласовывая с конструкторским бюро, где планируются эти трассы и соответственно в радиусе 200 километров от нее можно брать землю, потому что юнибайки у вас со скоростью 140 километров в час, то есть, грубо говоря, в пределах 40 минут вы будете запросто добираться до тех станций, которые есть. И теперь я могу сказать, друзья, мне абсолютно непонятно, кто обладает этими знаниями, кто действительно понимает, что будет завтра с транспортом и с энергетикой, будет утверждать, что земля на Дальнем Востоке никому не нужна. Но я думаю, это только люди, которые не умеют анализировать и не умеют ничего. Поэтому сегодня закон вступил в силу, с 1 мая правительство начинает давать землю, мы формируем сейчас не реестр, это неправильно сказать, друзья, не мы даем землю, землю бесплатно дает государство по инициативе президента Путина. Мы как консультанты рассказываем, что есть технология Skyway, которая позволит легко добираться до вашей земли и вдоль этой трассы пойдут линейные города. Посмотрите все репортажи, которые вчера появились в группе компании Skyway, интервью Михаила Кириченко и генерального конструктора Анатолия Юницкого, который показывает возникновение логики линейных городов, если вы еще не знаете. Я даже не буду рассказывать или пересказывать, посмотрите, лучше, чем Юницкий о линейных городах никто не рассказывал. Я от него первый раз это услышал 15 лет назад и к своему студу могу сказать через 14 лет, то есть в прошлом году я осознал, что такое ценность логики линейных городов. Так вот, друзья, дальше я комментировать и делать вопросы по земле не буду, поэтому мы введем специальный информационный портал, где кто захочет, у кого будет интерес и кто понимает, что технология Skyway, придя на Дальний Восток, сделает эту землю доступной, Эллен Маск, а я вам по секрету могу сказать, что внутри КБ делается технология превосходящая по характеристикам Эллен Маска, поэтому если у Эллена Маска это Powerwall, то Sky Powerwall у нас будет более интересная. То есть это накопитель энергии, тем более мы накапливать энергию будем для юнибайков, мы будем накапливать для юнибусов, поэтому у нас более комплексное решение, чем у Эллена Маска. Но это, друзья, уже научная и я бы сказал такая бизнес-ориентированная конкуренция. Я могу сказать, что с Элленом Маском не зазорно конкурировать, потому что это действительно достойный человек. Я могу сказать, что однозначно он проиграет конкуренцию по X-Space, то есть системе вывода на орбиту дешевых грузов. Здесь просто у Spaceway нет конкуренции, это просто физически четко понятно. И, соответственно, по гиперлупу, который сегодня запустил Маск, он также проиграет гонку Skyway. Это покажет только время, это покажет потребительские свойства, и, естественно, люди не идиоты, они будут платить за качественную, дешевую и очень удобную систему. А это, я могу сказать, друзья, только Skyway. И это не какие-то пустые слова, а исходя из анализа, который позволяет сделать, что ничего, кроме кремния, не смогли дать технологии интернета, мобильного и мобильной связи, точно так же, ничего, кроме сопромата, предварительно напряженной конструкции, не даст такую легкую, дешевую и безопасную конструкцию, чем мы с вами, друзья, как раз и занимаемся. Поэтому, я могу сказать, что все это становится элементами той системы, которую мы создаем, и это позволяет, друзья, утверждать, когда меня спрашивают, что такое строй Skyway, спасай планету, я как раз привожу тот пример, что это то, что делает наш с вами дом, землю, пребывание очень комфортной, чистой, и, соответственно, мы с вами будем жить и развиваться в той среде, которая нам интересна, а не оставлять своим потомкам загаженную землю радиоактивными отходами, которые мы сегодня закапываем, нефтью, которую мы выбрасываем, лунные ландшафты, которые мы оставляем после разработки месторождений, это, друзья, варварское отношение, которое было в четвертом технологическом укладе и в той цивилизации, которая еще взрослела. Наверное, сейчас можно констатировать, что это прошло, наша цивилизация выходит на новый, более зрелый путь развития, и я могу сказать, что все конфликты, которые сегодня есть на земле, технология Skyway уберет. Территории доступные, пожалуйста, ресурсы не ограничены, пожалуйста, продукты экологически чистые, пожалуйста, экономический спад, который нам предрекает, мы говорим, нет, друзья, в ближайшие 10 лет будет просто неимоверный экономический скачок, который даст шестой технологический уклад, ядром которой является технология Skyway. Ну вот, друзья, на этом я сегодня не буду касаться курса доллара и цены на нефть. Алексей очень интересно прокомментировал, что оказывается российский рубль напрямую привязан к тем природным катаклизмам, которые происходят в Америке. У них пурга, у нас рубль падает. Поэтому это очень, друзья, это очень интересно наблюдать за такой экономикой, которая зависит от пурги в прямом смысле слова в Соединенных Штатах. И я могу сказать, что то, что мы с вами делаем и то, что будет результатом работы, она как раз будет принципиально отличаться от того, что мы сегодня видим, друзья, как мы это называем, в иллюминатор нашего экономического ковчега Skyway, который мы с вами строим и запускаем. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету, объединять, это наша работа. И я думаю, что мы с вами эту работу честно делаем и результаты естественно должны быть те, которые мы закладываем. Я очень рад, что вы с нами, особенно тех новичков, которые пришли сегодня первый раз в систему Skyway, первый раз на наши с Алексеем вебинары. Мы с вами будем еще очень много чего интересного делать. Мы запускаем новые рубрики, которые будут идти. У нас будет появляться очень много новых интересных людей на вебинарах. Это тоже определенная новая работа, потому что все больше и больше возникает людей, которые хотят поддержать Skyway. Буквально через неделю вы нескольких таких репортажей людей увидите на наших вебинарах. Поэтому, друзья, давайте традиционно по средам в 19 и 20 часов для европейской части, для 19 новичков, 20 для, как мы называем, уже таких уверенных партнеров. И в 12 и 13 для Сибири и Дальнего Востока мы действительно с вами будем обсуждать, делать, смотреть, анализировать, принимать решения и двигать Skyway. Потому что, к сожалению, пока все зависит от нас. Мы еще не вышли на то, что заказчики и крупные инвесторы будут продвигать Skyway. Skyway пока целиком и полностью стоит, друзья, на наших с вами очень хрупких, но я бы сказал, надежных плечах нас много. И мы в ближайшее время, где-то в 3-4 месяца увидим первый миллион партнеров. К концу года, я думаю, что мы запросто перейдем двухмиллионную планку. Это, друзья, все реально. И как раз с этого момента Skyway остановить уже будет невозможно.